Меня это не интересует и не волнует, идите со своей политикой. Вот работа, холодильник, диван, все, идите на. Вот если так, то, пожалуйста, ребята, вы сами себя ограничили. Это ключики к тем знаниям, которые потом откроются. Я эти ключики даю для тех светлых душ, которые еще не совсем проснулись. Кто это откроет себе, будет получать знания напрямую. Хочу отдать должное, Антон, он не стал отрицать. Он просто, как высокодуховный человек, он решил выслушать альтернативное мнение. Может быть, чем-то не совпадающее, но я вам скажу, интересненько. А здесь что говорят? А давай-ка это послушаем. Людей потихоньку отречим, отмоем, очистим, успокоим, найдем какую-то стабильность духовную, чтобы человек не чувствовал себя загнанной собакой. А потом уже, как это делать? Как это делать грамотно? Куда это ставить? В том числе и Антон к этому причастен, и он показал на весь мир, на весь YouTube, как это работает. Ребята, послушайте опыт, жизненный опыт человека. Происходит божественный отбор, но только тем, кто будет слышать и видеть. Эта информация относится к степени высокой секретности. Русь – это Третий Рим. Чтобы его защитить, нам нужны воины, те, кто встали на сторону света. Мы являемся моряками, находимся в море. Не имеете права проверять капитана, значит, можете лишиться жизни. Это не проходной двор. Возвращаемся на берег. Мое имущество находилось у тебя в трассе, в пользовании, а я конечный бенефицар. Верни мне. Они сделали с тобой великую пакость. Вы передавали в Ватикан для того, чтобы гасить права. Мы находимся в военном положении. Никто ничего не позволял. Все было добровольно. Был обман. А они что сделали? Через 7 дней они начали войну. И товарищ Сталин сразу же разорвал отношения. Мы устанавливаем трасты. Это все вексельное право. О нем запрещено говорить. Это ядерное оружие. Вот я советский, и все. Не знаю, почему. Ну, лезет это из меня. Ну, советский я. Они говорят, да ты что, дурак? Ты гражданин Российской Федерации. Каждый советский человек застрахован на миллион советских рублей. Поэтому вы решили торговать телами и получать прибыль для управляющей компании. Это как? Никто не носит черную форму, кроме как. И судья не могла понять, что там происходит в четвертой камере. Я не могу ни одного дела закрыть. Ничего плохого, кроме правды. Вот как свершается суд Божий. Народ охмурить, оболванить, но у вас не получилось. Ну, что поделаешь? Всевышний все видит. Я выношу на Божий суд. Да сверши ты свой суд над всеми врагами вокруг меня. Это не где-то далеко, это уже здесь. Вопросы под роликом «Оживление СССР или в строгом соответствии с волей Творца 2021-2016-2016-го?» Таня, Таня задает вопрос. Скажи, пожалуйста, воля заявления как гражданин Союза СССР. Правильно? Ну, я вам скажу следующее. Союз СССР – это фонд, который был создан Сталином для того, чтобы финансировать. Это не государство. А государство называется СССР. Поэтому вы волей заявляетесь как гражданин СССР. Вот в чем смысл. Второй вопрос. Екатерина своя собственная. Гражданин – это такая же маска, как можно считать себя маской. Ну, в данном случае человек должен понять. Все вот эти вот названия или юридические термины изглами были придуманы для того, чтобы обездолить человека и наследника великого царства русского. А советское государство для того, чтобы пополнить титул. Понимаете? Поэтому если мы говорим «гражданин СССР – это маска», значит, мы работаем на из***ов. А если мы говорим согласно того, что нам предложил и чего добивался товарищ Сталин, если мы говорим «гражданин Советского Союза», то это звучит гордо. Не является никакой маской, личиной и все такое прочее. Вот за 30 лет они нам попытались это дело поменять с помощью идеологии. Поэтому вспоминайте Маяковского, вспоминайте наших советских русских поэтов и думайте о том, что наши отцы и наши матери о нас позаботились, а не ввергли нас в какое-то страшное деяние. То есть советская власть о нас с заботой, с участием, с вниманием. А вот то, что сделали управляющие компании на территории Советского Союза, это уже второй вопрос. Поэтому к какой категории вы себя относите, нужно внимательно, пропустив через душу, через сердце, вот этот вопрос рассматривать. Ну а ты можешь дать определение слова «гражданин»? Гражданин, юридический термин, это огороженный в правах на 50%. В Советском Союзе это 50% прав брало на себя государство. Это образование, медицина, защита всех человеческих принципов, согласно Конвенции о правах человека. Это брало на себя функцию государства. Вот, в юридической системе гражданин, огороженный в правах. Не существует как таковой. Это название. На самом деле там все физлица. Потому что для чего было это все создано? Для того, чтобы грабить. Вот почему Рокфеллер радуется тому, что они создали движение 8 марта. Роза Люксембург, Клара Цеткин. Для того, чтобы охватить налогами вторую часть населения. То есть женскую часть населения. Понимаете? Вот, они все показывают. Открыто. Не стесняясь. До 8 марта только мужское население, оно работало в основном мужское население и облагалось налогами в основном мужское население. У меня есть свое определение, слово гражданин. Огражденный в правах и свободах на определенной территории, имеющей определенные обязанности. Ну вот, в свободах это уже представлено после 91-го года. Потому что, как говорил товарищ Сталин, опять же, истинно свободным может быть человек только в том обществе, в котором исключено насилие и эксплуатация человека человеком. Где у нас в Советском Союзе было насилие или эксплуатация человека человеком? Нигде. Нас только в РФ. Не согласен. Налог на бездетность. Налог на бездетность. Это не эксплуатация, это налог. Эксплуатация имеется в виду использование чужого труда, результатов чужого труда в свое благо, в личное благо. А у нас налоги платились государству, а не товарищу генеральному секретарю. Правильно? Не знаю, я мало застал в СССР, я только... Сколько мне было? В 93-м 13 лет. Ну так, мы почти ровесники. Так, следующий вопрос. Ирина Глушак спрашивает, у нее три вопроса. Почему вы допустили, что суверенов СССР лишили суверенитета и сделали физлицами? Они не сами это возжелали, а обманом у них украли их права. А вы промолчали. Ну, давай сначала на первую часть ответим. Да, конечно. Это глубокие вопросы, на которые уже, как говорится, мы тысячу раз отвечали. И опять же повторюсь, найдите любого отца-мать, которая не думает о своих детях. Вот смотрите, никто, во-первых, не промолчал. Достаточно почитать ультиматум римской курии, опубликованные в полном тексте, в разъяснениях от ЦК КПСС по Молдавии. Там все будет по полочкам разложено. Избиты предложили проверить на духовность, на духовную составляющую советский народ. То есть объявили войну советскому народу. Советские этот ультиматум отклонили. И начали готовиться к тому, что произойдет в 91-м году. То есть они заложили определенные денежные средства, развернули международное законодательство таким образом, чтобы, опять же, помочь советским, но только тем, кто будет слышать и видеть. Тот, кто молчит, носит маски, тот, кто говорит, что меня политика не интересует, они канут в лету. Таким образом происходит божественный отбор. К сожалению, но это так. Так, дальше следующая часть. Играли с Гравитом и заключали споры, и уничтожали собственный народ собственным молчанием. Разве с Гравитом какие-то заключали споры? Абсолютно нет. Это глупость. Это отсутствие информации. С Гравитом никто никогда не сотрудничал, никто из советских. Сам Гравит, когда понял, что он проиграл, когда условия спора были полностью соблюдены, и офицер на площади перед папской резиденцией в Ватикане выступил, таким образом советские показали, что темные силы, силы слуг сатаны и само воплощение сатаны на земле, как он себя называл, проиграли. Сотрудничества абсолютно никакого не было, молчания никакого не было, просто эта информация, еще раз повторюсь, она относится к степени высокой секретности, и для простого народа она не доводилась, потому что государство отвечало за спокойствие народу и гарантировало права и свободу народу. Поэтому ему не нужно было это знать. Это знали особые специальные компетентные органы, созданные были они загодя, они имели свою преемственность, они также погибали, о чем мы с вами выше поговорим, я больше чем 100% уверен, что будут такие вопросы, и я подведу эту тематику. Они погибали в 91-м тысячами, они погибали в 93-м тысячами, поэтому если по телевизору вам этого не показывали, то это не значит, что этого не было. Почему только сейчас начинаете об этом заявлять? Ну, потому что у нас осталось, еще раз повторюсь, вот есть такой хороший фильм, «Земля обетованная», по-моему, называется, там показывается эпизод, когда рыцари сдерживали бесчисленные орды Ас-Саладина, защищая Иерусалим, и как у них не хватало рыцарей для этого, и они не знали, где их взять. Так вот, я вам скажу, сейчас у нас такая же ситуация. Вы знаете, согласно пророчеств, что Третий Рим стоит, стоял и будет стоять. Четвертому не бывать. Вот Русь – это Третий Рим, поэтому, чтобы его защитить, нам нужны воины. Вот те, кто проснулись, те, кто встали на сторону света, это и есть защитники нашей с вами земли. Поэтому настало время, чтобы эти защитники перешли из разряда неведущих в разряд сведущих, понимаете? Чтобы они начали объединяться. Потому что, вот, я смотрю по оценкам, по реакции противоположной из***ской стороны, море грязи, море негатива, перефразируются все статьи госакта, с ног на голову переворачивается с помощью лжи, обмана, клеветы, вливания ушатом грязи. Все переворачивается. Поэтому тот, кто является воином света, он должен знать истинную правду. Вопрос в другом. Как проверить, что это истинная правда? Как проверить? Пропустить через душу и сердце. И желательно проверить на практике? На практике мы уже проверили. И доказали именно тем, что мы были везде. И на том свете были, и в застенках были. Везде это работает. Тьма боится света. Боится и отступает. Подскажи, вот Ричард Гравит, он что это, реальный мужчина, который жил в физическом теле? Да, конечно. Не просто жил, а обладая особыми технологиями. Вот, опять же, не буду вдаваться в подробности, что происходило при встрече президента, гаранта Конституции Российской Федерации, президента Франции на определенном острове. Но они пытались вот эту, как сказать, методику применить по новой. То есть опять поселить в определенное тело определенную душу. у них не сработало. Ничего у них не работает против Бога, против света, против истины. Это после ухода, да? Да. Это после уже. Это буквально, ну, когда умер Франсуа Меттеран. Вот тогда вот это мероприятие и проходило. Почему в школах об этом нет просвещения? Ну, вы сами посудите. Если мы хотим возыметь в лице наших школьников и учеников колоссальное количество сынов полка, чтобы сломать им ихнюю еще незрелую душу, то мы, конечно, можем дать эту информацию в школах. Но я вам скажу, что по законам родов, любых славянских родов, кто подпускается к такой информации? Подпускается тот, кто, повторюсь, имеет свое хозяйство, имеет свою семью, имеет стариков на руках, о которых он заботится, детей, о которых он растит, кто может принять решение за себя и за свой род. А 18-летний подросток более чем, даже 18-летний, я уже не говорю о средней школе там или все такое прочее, они этого не имеют, поэтому нагружать их такой информацией это было бы кощунственно, это перелом, это как вам сказать, еще несозревшая несозревший плод уже срывать и требовать от него свариться в какой-то компот или варенье это глупо, поэтому это кощунство, нельзя этого допускать. Ясно, второй вопрос, ну, конечно, так интересно вопросы задаются, много вопросов в одном вопросе, читаю, второй абзац вопросов, так я как должна самодельфицироваться, через суть, через печать или самопровозгласиться, идентифицироваться, это будет равноценно, что приоритет? Ну, вот смотрите, почему с 2008 года на территории Советского Союза повсеместно введено в полной мере морское право, вот смотрите, у нас в Советском Союзе не было волеизъявления, не было заявления о своих правах, мы вообще не знали, что это такое, мы просто приходили в школу, безоплатно получали образование, питание, просто приходили в больницу, безоплатно получали все, заботу, у нас были профсоюзы, о нас государство заботилось на 100%, в сегодняшней ситуации с помощью морского права мы должны сделать волеизъявления, то есть смысл игры, опять же, подчеркну, навязанной нам извне, заключается в том, что мы являемся, грубо говоря, моряками, вот такая вот картинка, мы являемся моряками, находимся в море, возвращаемся на берег после долгих походов, после торговых проводок, судов, все такое прочее, приходим к царю или к королю и говорим, так, мое имущество находилось у тебя в трасте, в пользовании, а я конечный бенефициар, верни мне, то есть если мы читаем граф Монте-Кристо, там это все расписано подробно, и корабль-фараон, это как раз и есть та выплата со стороны царя или короля вот тому матросу, который находился долгое время в плавании, а его имущество было в управлении этим королем или управляющим на этом, поэтому что здесь получается, здесь получается, вы заявляете о своей воле, но не просто заявляете, а еще обязаны ее ежесекундно подтверждать, то есть если к вам обращаются как физлицо, вы это запрещаете, если там очень много если, которые вы должны держать ухо во строк, потому что эфир весь прослушивается, не в том смысле, что разведка там или ФСБ слушают, а слушают территорию, они смотрят, как мы пробуждаемся, потому что есть такой в Сбере хозяин, который себя называет хозяин, Герман Оскарович, вот этот Герман Оскарович когда-то на международном экономическом форуме сказал, если они само идентифицируются, то вы представляете, что ими невозможно будет управлять, их невозможно будет охмуривать, это что означает? Это означает, что мы становимся хозяевами этой территории, понимаете? Поэтому заявляться нужно не через суд, это все очень просто, заявляться нужно в эфир, вот, но для этого существуют определенные правила, вот если человек заявляет о своей воле где-то в лесу или где-то в горах, на природе, то кроме Всевышнего это не слышит система, поэтому так как мы социальные существа, так как мы живем в социуме, помимо голоса Всевышнего, этот глаз должны услышать еще определенные органы, то есть это нужно первым делом, как человек, сделать голосом, вторым делом это сделать на бумаге, а третьим делом уже зафиксировать через ВПС, через Всемирный почтовый союз, потому что Всемирный почтовый союз наделен определенными полномочиями для отслеживания на территории Советского Союза всех волеизъявлений, поэтому они вас перетаскивают на звоночки, на смс-очки, они вас перетаскивают на электронную почечку, понимаете? Нет, проходить все должно через полевую почту, заходите на почту, отправляете с описью о вложении, устанавливаете ценность, но об этом мы еще поговорим, таким образом есть система, есть разработанные определенные алгоритмы, они опять же нами опубликованы, ребята составили их, систематизировали, украсили, все доступно, все понятно на канале просвещения, поэтому как это делать, при каких обстоятельствах и каким образом это все там есть, если какие-то индивидуальные вопросы, то пожалуйста обращайтесь к Антону или ко мне и будем в индивидуальном порядке заниматься. Ну я хочу сказать свою историю, то есть как у меня это было три года назад приехало НТВ и я им сказал, то есть мы там целый час записывали интервью, не только я говорил, но и там другие люди тоже, женщины, мужчины говорили, нам естественно все порезали, мы там им то же самое что ты разъясняешь, мы им то же самое разъясняли, про паспорт, про эрефию, про гражданство и все остальное, но они все перевернули и оставили только мою фразу вот эту, я живой, живорожденный человек, собственно, именем Антона из рода Булгакса, Николая, гражданином Российской Федерации я себя не считаю, никогда им не был, никакие бумаги не подписывал, но общий смысл репортажа был, что мы типа какие-то сектанты, что-то в этом роде, и что в системе настанет хаос и беспорядок и невозможно будет определить, кто совершил там какое-либо преступление и все такое, но я сначала схватился за голову, ужаснулся, что из нас делали сектантов, а потом пересмотрел это видео и обрадовался, потому что они по сути на весь мир, это же федеральный канал, НТВ смотрит во всем мире, они вот эту мою фразу о том, что я живой и сам определился, самоидентифицировался, они на весь мир озвучили. Ты про это говоришь? Антон, вот смотри, я скажу следующее, ввиду того, что НТВ является из*** канала, они тебя выслушали, но для отчета своему руководству они сделали с тобой великую пакость, потому что заявить себя живым, это означает сразу быть подчиненным Трасту 1899 года, Третий Германский Рейх, это ущемить себя во всех правах, а вот если бы ты себя заявил человеком, сувереном, с гражданством СССР, конечным бенефициаром, живым мужчиной, вот тогда уже эту фразу не разделить. Это называется, как говорил товарищ Сталин, это называется, когда его спросили, товарищ Сталин, вы же грузин, он говорит, я советский человек грузинского происхождения. Вот в понятии советский человек было вот это все заложено, все вот эти факты. Первый факт это человек, второй факт гражданин Советского Союза, третий факт суверен, четвертый живой мужчина, согласно акта о рождении. Вот если из контекста выдернуть одну фразу, можно попасть в Траст, однозначно и мгновенно. Поэтому то, что не было, как говорится, с твоей стороны какого-то подвоха и твоя священная воля была нарушена, вот на данный момент тебе просто моя рекомендация сделать опровержение вот этому факту, чтобы выйти из учета. Но еще об этом мы поговорим во второй части. Вот, чтобы они не записывали нас живыми мужчинами, это грандиозная ошибка, это вот тупик, это та самая петля, в которую они нас загоняют. Именно ради этого вся вот эта песня ими была затеяна, чтобы ущемить нас в правах. Как вот это вот Ульянова говорит, блогер такой у нас есть, которая работала когда-то в паспортном столе, и она сейчас говорит, что ребята, да это же так здорово, это так хорошо, вы же согласны акта рождения живые, но она не говорит о том, что у вас была особая инструкция, совместная со всеми отделениями ЗАГСа, потому что все значения об акте рождения вы передавали в Ватикан, для того, чтобы гасить права, вы это делали, вы совершали измену Родине, вы в интересах не русского царства работали, а в интересах инструкции и ваших хозяев с того берега лужи, понимаете, но мы об этом еще поговорим, это отдельный разговор. Подожди, что-то в твоих словах противоречит, ты говоришь, ну, я хочу пояснить, во-первых, я имел в виду, что я не как там по трасту живой, а как тебе сказать, смысл был нахожусь в живых, то есть, ну, на меня посмотри, на меня посмотри, я дышу, глаза моргают, разговариваю, то есть, живой, в этом смысле. Да. Нет, в данном случае по условиям траста там четко и ясно указано, что тот, кто себя заявил живым, нам нужно себя заявлять человеком, человеком, существо, мы же не рыба, мы же не птица, мы должны определить, что мы, во-первых, А тогда почему ты дальше по тексту то же самое произнес живым мужчиной, там, ты говорил с гражданством СССР, человек, а дальше живой мужчина произнес. Вот смотри, в понятии советский человек есть скобки, в которых идет расшифровка этого титула, как наследника русского царства, как соработника Ивана Грозного, как воина света, там, все что угодно, и один из составляющих является живой человек. Так вот, из... они какую замануку устроили, они вот именно вот этот контекст вырвали из общего, поставили только живой человек. И они сказали, кто себя называет живым, они являются рабами. С 1899 года погашены в титулах, в правах и все такое и прочее. То есть, они вырвали из текста смысл, а нам показали, что этот смысл главный. Вот смотрите, то есть живой, да, живой, живой, да, все отлично. Понимаешь? Но таким образом произошло отречение от того, что ты человек, отречение от того, что ты советский гражданин. А кто такой советский гражданин? Советский гражданин это наследник бессмертных богатств русского царства. Наследие предков и все такое и прочее. То есть, все, вот живой, вот ты живой остался, раб тоже живой. Вот на этом была хитрость. Почему мы говорим, что нельзя себя заявлять живым? Только живым. Нужно себя называть полным титулом. Ну, тогда получается, ничего лишнего я не сказал, я просто не договорил. не договорил. Тогда, для это, как говорится, маслица пробежала. Значит, они показали, они просто так бы, извини, репортерскую группу в глубокую часть русского царства бы не отправили. Понимаешь? Они проверяли, насколько осознанно вот этого человека действует. И насколько хорошо сработала их система пропаганды. Они порадовались. А мы огорчились, к сожалению. Ничего страшного. Да, конечно, ничего страшного. Мы, это русские. Как говорится, на тот момент, я говорил, в меру своих знаний и осознанности. Конечно. Все. Мы в любом случае, на любую их инструкцию, которой даже пускай будет тысяча триста лет, мы ответим своей прозорливостью, хитростью, мудростью, потому что за нами наши предки, а за ними низкие частоты. Низкие частоты никогда не придут к свету. Они являются всего лишь одной из составляющих, но не основной. Так, ясно. По это, по самоопределению надо вообще отдельно разговаривать. Да, конечно. Ну, в общем, смысл ответа, я подытожу вот на этот вопрос, да, что если ты самоопределился, то тебе не просто надо один раз на бумажке написал и отправил, и всё, и больше ничего делать не надо. И дальше бегаешь, такой же гражданин, там, фамилия, меотчество и всё такое. Надо получить знания, потом осознать эти знания, а потом постоянно и днём, и ночью, и в мыслях, и в разговоре, и в поступках применять. То есть, это, ну, то есть, перерождение происходит и моральное, и духовное, то есть, это нужно себя переосознать, то есть, переродиться духовно. Совершенно верно. То есть, в любой ситуации везде постоянно опровергать, что ты физическое лицо и пояснять, доказывать, убеждать и требовать, чтобы к тебе обращались соответственным образом. Совершенно верно. Но, как они говорят по ихним правилам, не более трёх раз имеют право обратиться, но они не сказали, что их будет безмерное количество. этих проверяющих. И каждый будет по три раза обращаться. И про что вообще? Ну, проверяют они как? Они обращаются. Так, ну-ка, Фиеву свою быстро сюда. Говоришь, нет у меня Фиева. У меня есть имя по отцу, имя по роду и имя собственное. Какое вас интересует? Чего ты мне тут сказки заговоришь? Это второй заход. Третий заход и на четвёртый заход они уже должны отстать. Но приходит следующий и опять задаёт три вопроса. Их так безмерное количество. Пока мы не дадим вот по нашему алгоритму, не дадим им стоп. То есть, он только задал первый вопрос, он уже в виде выплачивающей морды лица находится у своего папы в Ватикане. вот и всё. В чём смысл? Даже в такой механизме. Ясно. Это тем более отдельная тема. третий у нас вы восстановили свои права, потому что были ближе к кормушке, а народу кидайте кость. Ну, вы знаете, если называть моё положение ближе к кормушке, то вам нужно исключить то, что я имею два высших образования, перечитал гору книг, никогда не состоял ни в каких административных аппаратах. У меня в трудовой только советский стаж работы, больше ничего. На Ирефию я не работал никак и ничем. Я зарабатывал трудом своим. Поэтому, если вы считаете это кормушка, то, может быть, вы имели в виду, что я был ближе к Богу и слушал то, что он мне говорил с помощью внутреннего голоса. И соразмерно полученной информацией я искал ответы на вопросы. Я трудился, я растил семью, устроил дом. Не один. Может быть, это вы или имели в виду? Ну, имели в виду не только тебя, а вообще, кто СССР сейчас в теме? Ну, тот, кто в теме СССР, опять же, повторюсь, опять же, берем морской принцип. Все в детстве читали, кто такой капитан Флинт и почему у него сидел любимый попугай на плече. Вот наши товарищи пираты из российской пи***цей, они себе, когда учуяли, что здесь бешеные активы, что неисчерпаемые золотые запасы, потому что речь идет о колоссальном количестве золота, которое не покидало нашу планету, которое является именно собственностью русского царства, другого золота здесь нет. Нету просто, природы не существует. Они создали себе попугаев в виде товарищей, которые сейчас на нас льют грязь, раз, в виде товарищей, которые создали какие-то верховные там советы, какие-то президенты, какие-то профсоюзы, понимаете? И вот эти вот товарищи, они по морскому закону должны быть прикованы к штурвалу, когда пиратское судно будет тонуть. Они будут назначены отвечающими и выплачивающими лицами. Они этого сейчас не понимают. Они сейчас находятся в атаке, они сейчас собирают депутатов, собирают какие-то выборы, хотя прекрасно знают, что с 1941 года, с 22 июня, согласно постановлению Президиума Верховного Совета СССР, мы находимся в военном положении. Они пытаются распечатать это военное положение, находят там всякие гадости, говорят, что это уже все закрыто, этого уже ничего нету, тем самым работая на из... Нет, ребят, нет у вас глубины, нету среди вас оппонентов хотя бы одного с академическим образованием, нету среди вас хотя бы одного с генеральским званием, нету ни одного хотя бы того, кто имеет отношение к международным документам, кто имеет отношение к трастовым документам, вы даже этого не читали, вы имеете свое мнение, вы даете информацию, охмуривая людей, не изучая то, что даем вам мы. Вот в чем смысл. И вы работаете на из... А потом вы завтра скажете, ну я же не знал, я просто свое мнение высказывал. А тебя кто просил? А тебя кто уполномачивал? А кто тебе вообще давал право? Кто тебе давал информацию? Ты сам накопал? Хм, а ты знаешь, что более 30 тысяч законов государственных архивов советского периода, 30 тысяч, были изуродованы, исправлены, выкрадены, заменены настолько, что их смысл коренной меняется коренным образом. Понимаете? Вы же этих правил не знаете, не знаете, что такое государственность, что такое машина управления, а лезете в калашный ряд. Ребята, изучите сначала документы, прежде чем вещать. вот хочу отдать должное, Антон, он не стал отрицать, он просто как высокодуховный человек, он решил выслушать альтернативное мнение, может быть, чем-то несовпадающее, но я вам скажу, вы сразу показываете свой менталитет. Если вам все давно известно, если вы все можете твердо и глубоко быть уверенным и убежденным, значит, менталитет ваш находится на очень низком уровне. А вот наш товарищ редактор Антон, он не подумал о том, что я слишком много знаю, я во всем разбираю, он решил задаться вопросом, интересненько, а здесь что говорят, а давай-ка это послушаем, понимаете, то есть у вас нет связи с Богом, с Творцом нету, у Творца нету задачи уничтожить собственное изделие, а у вас есть такая задача, не то, что уничтожить собственное изделие, а как можно больше народу или людей вокруг вас загнать в низкие вибрации, уничтожить, вплоть до физического уничтожения, вот ваша основная задача, так видите отношение между образованностью, ментальностью, глупостью, гордыней, самоуверенностью, видите, к чему приводит, так это только цветочки, посадки вот этих президентов, верховных советов за решетку, это цветочки, они получали за это зарплату, та же самая Пугачева, та же самая вот эти все остальные, они зарплату за это получали от РФ, потому что советские трудятся используя только свой потенциал духовный, они ниоткуда не получают денег, у нас в Советском Союзе было все по духовному порыву, по самомобилизации, а у вас все за деньги, вам платят, вам платят за измену себе, родам, детям, вы этого не понимаете, не останавливайтесь, а с выпученными глазами лупите и давите, душите народ своей дезинформацией, ну что поделаешь, Всевышний все видит, у нас сейчас идет Божий суд, и все будет здорово, ребята, в отношении вас, поэтому я вот сейчас официально заявляю, я выношу на Божий суд действия всех ложных восстановителей СССР и деятельность советского военно-политического органа, вот пускай Всевышний рассудит, кто из нас прав, хотя я прекрасно понимаю, что к осени здесь начнется аудит среди вас, я это знаю, и вы пострадаете от этого мероприятия, потому что вам нужно было свернуть с пути народ, охмурить, оболванить, но у вас не получилось, потому что вы играете против русского царства, против наших предков, как-то так. Ну, по поводу альтернативы, да, согласен, я готов к любому диалогу с любым человеком, даже если мне позвонит, скажем так, тот опер, который меня пытал, электрошокером бил, я и с ним поговорю, мне без разницы, кто позвонил, а если он еще и согласится в эфир выйти, так это вообще будет замечательно, но он что-то не звонит, стесняется. Антон, я скажу, что меня искали уже те, которые надо мной издевались, а товарищи спрашивали, а зачем вам он, мы хотим попросить прощения за содеянную, я бы сказал, я-то тут при чем, к творцу обращайся. Антон, я говорю, слушай, ты дожил до целого майора в свои 28 лет, каким образом только, не знаю, и ты просишь прощения. Подожди, я имел в виду не в плане прощения или что-то скажем так, что типа, намекнуть, что был неправ и все такое, а в том плане, что позвонить просто пообщаться или что-то сказать, ну, то есть, скажем так, при... Грязь с души снять. Да, 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 это как, исповедаться, можно сказать. Я тоже, да, 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 я тоже об этом. Поэтому я говорю. Если он мне скажет, там, прости, извини, или там, я был неправ, я-то тут при чем, ты сам себя наказал. Да. Ты сам выбор сделал, ты сам человека пытал ни за что, ты сам деньги за это получал, все, вон, подойди к зеркалу и разговаривай сам с собой. А за это, творец все слышит. Да. Совершенно верно. Так, давай дальше двигаться. А то мы только на четвертом вопросе уже 46 минут разговариваем. Да, не будем больше разусоливать. Лучше в конце давай, Петель, посусолим, как ты говоришь. Так, Свет и Совесть задают вопрос. Слушаю, и только сплошные вопросы. Где были эти советские войны, которые допустили такой обман миллионного советского народа? Почему в 2006 году, после самоуничтожения сатаны Гравита, ничего не предприняли, если он завещал 85% своего сатанинского имущества советскому народу? Хотя, для чего нам, советским человеком, сатанинское имущество? У нас есть родовое наследие, которое они от нас скрывают. Длинный вопрос. Я скажу первую поправочку. Не из своего сатанинского имущества, а руки убрать из советского имущества на 85%. Вопрос тут сразу возникает. Как оно к нему попало? Ну, ты знаешь, если у человека один кошелек кожаный, а у второго дермантиновый, это не означает, что номинал купюр у них разный. У них везде лежит, грубо говоря, по тысяче бибариков. Поэтому они всю жизнь с помощью накопительства думали, что они вот забрали урустить золото. Все, оно у нас лежит в Ватикане, 216 километров, 13 стеллажей. Все, мы богатые. Да не богатые. Вы просто кошелек поменяли. У нас забрать ничего невозможно. Нам это дал Всевышний. Нам это дал Создатель. А вы его просто коллекционеры, как говорил Михаил Задорнов в царстве небесном. Вопрос. Где были советские военные, которые допустили такой обман? Советские военные так же, как и сейчас. Гибли, трудились, озвучивали. Их никто не слышал. Они ложились на стволы, выгоняя эреховских собак. Все то же самое. Ну, а вам это, к сожалению, никто не доносил, потому что вы не являлись крепостью или в составе этой крепости, которая стояла. Так что, это все было. Это все есть. Если все что-то вы можете, значит, будет. Вопрос про проценты. Почему, вот, читал это завещание, Гравица, почему 85 советскому народу, а 15 королеве? Ну, это 1555 год. Это объединение, опять же говорю, британского трона и русского трона. Это никакого отношения к Англии не имеет. Поэтому, как, ввиду того, что здесь уничтожено уже все, имеется в виду право требования. право требования сохраняется у советского человека, у суверена, у князя, у епископа церкви, у конечного бенефициара, у человека с гражданством СССР. Это все один титул. Ну, они разрознены. Они действуют, пока, как говорится, вот, бьется крепость в поле. Вот, поэтому, согласно 1555 года, назначен управляющий, который будет соблюдать условия договоренности. За это он получает свои 15%. Так, ну, что-то народ вообще русский язык позабыл. Даже вопросы про знаки препинания не ставят. Обманом берут у новорожденных скрины, это вот из пятки крови, это, из пятки кровь, наверное, имеет в виду. Куда их отправляют, что с ними делают? Их отправляют в Ватикан. Их отправляют в Ватикан для того, чтобы понять, сколько осталось носителей гоплогруппы Р1А, то есть русских. А русские это не только вот те, которые живут здесь. Русские это еще Сирия, это Пакистан, это Северная Индия, это все русские. И все, что находится за 36-й параллелью, это русские. Но они уже настолько генномодифицированы, что от гоплогруппы Р1А даже одной цепочки ДНК, может быть, в некоторых нациях или народностях не осталось. Поэтому Ватикан именно проверяет эту территорию. Генномодифицированно ты имеешь в виду в том числе с помощью уколов? Не только. Там у них технологии такие, что зашатаешься. Не дай бог, если мы про них узнаем. Потому что для населения это будет очень страшная и тяжелая информация. Почему позволили паспорта СССР изъять у народа? Проверка на бдительность. Никто ничего не позволял. Все было добровольно. Никто под принуждением под автоматом не тащил. Был обман. Сейчас они пытаются это в своих инструкциях по получению паспорта узаконить. То есть вы положили паспорт на стол, вышли и забыли. А мы сейчас вот это дело разворачиваем. Не то, что мы вышли и забыли, а вы у нас изъяли путем обмана. То есть вы за свой обман, за ваше великое оружие ложь и обман вы сейчас понесете наказание. Вот мы таким образом развернули наши алгоритмы. Там не просто обман был, там было принуждение. Многие люди звонят и рассказывают, говорят, я прекрасно помню, мне говорили, мы тебя сейчас арестуем, этот паспорт не действует и обязательно нужно поменять, ты нигде не сможешь ничего покупать, продать. То есть не просто обман, а еще и принуждали. Угрозы были, мы тебя сейчас отвезем в камеру, арестуем, как негражданина, штраф наложим и все остальное. То есть были угрозы и принуждения. Ну, я согласен, это всего лишь моральные угрозы, угрозы оружия не было. Нож в горло никто не ставил, автомат никто не направлял. Ну, это уже крайность. Да. Проверяли стержень духовную. Насколько ты близок к Всевышнему Создателю. Вот у меня забирали, меня забирали в драку. Потому что я приехал из Белоруссии, я там долгое время прожил. Вот, и в 2003-ем быстро, 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 быстро. Так, все, поменять паспорта, все, эрефовский с курицей. О, давай, давай, давай. Я говорю, чего? Военный билет, говорю. У меня паспорт СССР, там последняя страница, там драка была. Пока не порвали, пока не изъяли. Вот это было физическое. Это кто дрался, с полицией? Я дрался с милицией, тогда еще милиция была. Порвали рубашку, порвали джинсы, там, что было. Сейчас у тебя паспорта есть? Сейчас есть, конечно, без подписи. А это с регистрации снял персону? Я снял года, два назад. А СССР-овский паспорт есть? СССР-овского нет, забрали. А те, которые в интернете продают, якобы, 74-го года на образцах? Эта партия в количестве 10 миллионов была подготовлена к операции Коломойского «Крым наш». Потому что голосовать на референдуме с РФ-овскими паспортами нету, не будет международного признания. Потому что голосовать на референдуме могут только суверенный. Поэтому они готовили паспортизацию для вот этих целей. Но эти паспорта они не прошли ГИСовскую регистрацию в Советском Союзе. Это фуфлышки. Это просто чей-то бизнес. Ну, оно рот действует и в судах, и везде. Принимают и билеты продают. Действует пока референдуме не очнулось. Эреферендуме этого боится как огня. Ну, не дай бог, если очнется. В 26-м году в 26-м секундочку, сейчас еще он там. В 26-м году все равно при демонстрации вот такого паспорта это будет все равно разборка серьезных органов. Каким образом и как вы это дело получили. Это в любом случае незаконно. и к Советскому Союзу это никакого отношения не имеет. Это дань памяти, сувенир. Почему они пишут? Сувенирная продукция. Почитайте мелким путем. Так, дальше читаю. Где договора, документы с подписями и печатями о заключении всех трастов? Ну, для этого нужно быть одним из четырех подписантов траста. Вот. Тогда вы будете ознакомлены. Для этого нужно иметь статус. Вот. Этот статус вам показали на открытии Олимпийских игр. Это вот те четыре зверя. Медведь, заяц, пантера и еще кто-то там. Лисенок, по-моему. Вот. Вот. Они себя так называют, вот эти подписанты. Если вы являетесь королем мира, то есть пятым королем в колоде, то, пожалуйста, будете ознакомлены. Нет. Значит, можете лишиться жизни. Потому, что это не проходной двор. Условия трастовых соглашений мы можем только косвенно озвучивать где-то какие-то моменты. Тот, кто желает это сунуть, извините за выражение, свой нос в это дело, может расстаться с жизнью. если вы согласны как у египетской царицы Клеопатры провести ночь с трастовыми документами, а наутро расстаться с головой, то вы будете ознакомлены. Это все равно, что как взломать игру и посмотреть код, как происходит то или иное действие. То есть, скажем так, читерство, узнать правила игры, правильно я понимаю? Так точно. Это божественная игра, и поэтому Богом себя возомлять на земле нельзя. Нужно стремиться и слушать, а не возомлять. Я так предполагаю, что условие игры заключается в том, что ты сам должен до всего додуматься, догадаться, домыслить, словить от Творца через букву О, который в виде венца наверху. Да. То есть, сам до всего допереть, самостоятельно пройти игру, несмотря на все трудности. А если ты начинаешь чит-коды использовать, залазить в исходный код и смотреть, что там написано, что Творец-то задумал-то на самом деле, и тем более править этот код, тогда это называется читерство, и вот сейчас на международных играх всех читеров, которые используют специальные программы, которые автоматически за тебя стреляют мгновенно, четко в цели, одна миллисекунда на это требуется. То есть таких читеров сразу выкидывают из игры. Ну, по сути, игровая смерть сразу. Эмоции будем читать, потому что тут есть хороший такой аспект, который затронут, но не понял. Я имею в виду, нам нужен трехтысячный летний траст, нам нужна наша земля, ресурсы, свобода, народ, живущий на земле. Подожди, подожди, до этого еще вопрос. Госакты какого государства, почему им должны верить? Мы им должны верить, доверять. Четко и ясно преамбулу открываем. По приказу советских военных властей не можете доверять, если вы не считаете себя человеком с гражданством СССР. Можете не доверять, ваше право. Все четко и ясно расписано, карты все на столе. По госактам поясни, пожалуйста, они имеют какую цель? Цель просвещения или чего? Потому что я там читаю, там в основном просто информация разъясняющая дается. Там ни приказа, ни утверждения, ни призыва к действию, ничего, просто информация выдается. Да, а там не может быть никаких призывов, потому что государственный акт, что такое акт? В результате чего подписывается? В результате какой-то проверки или аудита. Вот сейчас мы проводим проверку или мировой аудит между всеми, кто себя называл Мишевийской партией, партией рабочей Сиона. Так, ребята, все, кто у нас брал деньги, отчитайтесь. Ну, я в своей жизни акты составляю обычно, когда прихожу в так называемые суды, меня там отказываются что-то сделать, письменно отказываются подтвердить свои действия, приходится самому акт составлять и звать других там двух-трех очевидцев, чтобы зафиксировать на бумаге факт того, что произошло. Ну, это называется протокол, это неправильно называть, это актом. Акт, это составляется по результатам проверки. Вы, как матрос, с 1943 года у вас статус матроса, вот, вы, как матрос, не имеете права проверять капитана даже противного судна, даже пиратского судна, у вас нет таких прав. Вы можете составить протокол и доложить капитана своего корабля, он уже разберется, потому что у него титул выше, чем титул матроса. Нам не нужен трехтысячный траст, нам нужна наша земля, ресурсы, свобода, народ, живущий на своей земле, предков и отдавши. Ну, это эмоции, по-моему. Не, ну, в этих эмоциях есть вот такой аспект, вот, опять же, заблуждение. Нам не нужен трехтысячелетний траст. Вот сейчас вот идет трехтысячелетний план Соломона, который рушится на глазах. Это одно. А мы, как хозяева почти всей планеты, мы не можем сидеть где-то, извините, в Аргентине и управлять этими территориями. Поэтому мы нанимаем тех, которые изъявил желание. Вот так, как было, например, в евроинском тресте, называемом государство Израиль. Почему я постоянно говорю, вот, идут нападки. Ребята, задайте вопрос товарищу Бену Гориону. На каких условиях ему товарищ Сталин разрешил управлять этими территориями. На условиях того, что арабы, проживающие на этих территориях, исконные народы, проживающие на этих территориях, должны купаться, как сыр, масля. Они что сделали? Через 7 дней они начали войну. И товарищ Сталин сразу же разорвал отношения. Мгновенно. Прошло 72 года. Товарищи просят покинуть территории Палестины. В чем здесь сложность? Таковы условия Траста. Но от них это скрыло руководство. Они сказали, что мы теперь главное государство, суверенное, все, у нас теперь ядерное оружие. Забирайте свое ядерное оружие и покиньте. Вот все Петрушат Рамзан Ахматовича. Рамзан Ахматович, он, извините, как-никак, он все-таки руководитель территории, республики, он знает эту информацию. Поэтому вот эти вот щенки желтородые, которые там что-то гавкают в эфир, они не понимают этого. Поэтому и говорят со своим рылом не лезь в халашный ряд, потому что за все нужно будет отвечать. Вот так же и здесь товарищ не понимает, что мы устанавливаем трасты, мы доверяем в управление своей территории и воевать против этого это выстрелить себе в ногу или плюнуть на свои рода. Вот это что такое. Ясно. Читаем дальше. Ураник Орезник пишет, кем я себя считаю в кавычках. Риторические вопросы от Тимура. Смотрим словарь Ожегова, глагол считать, называть числа в последовательном порядке, определять сумму, ввести начало кого-то чего-то. Ну, наверное, этот вопрос, почему ты считаешь себя, а не, как говорится, самоопределяешь или идентифицируешь. Ну, давайте тогда по Ожегову пройдемся. По нашему товарищу Ожегову. Что значит считать? Почему я в этот смысл вложил слово читать? Первое, я человек. Второе, я суверен. И пошли по возрастающим. Если вам угодно так, считайте, не угодно, называйте просто без счета. Перечисляешь. Перечисляешь. Да. Но, опять же, числяешь. Это русский счет, это не арабский счет. 1, 2, 3, 4, 5 и все остальные значения, это придумано было русскими. Потому, что единица это один угол, двойка, это два угла, тройка, это три угла. Арабы это просто дело прихватизировали как универсальную систему, как великую божественную систему. А нам все говорят, исчислять, это вот арабская система. Ничего подобного. Не было никаких арабских систем. Был на всей планете только русский язык с вариациями. Одна из вариаций, как система связи между князьями был арабский язык. Но он арабским стал каким образом? Князья общаются с помощью, все изучали в школе, правописание. Что такое правописание? Это слева направо. А есть еще левописание. Это справа налево. то есть когда какой-нибудь гонец от князя к князю бежит, а его тут схватил или медведь, или схватил двуногий злогий, вот, открыл, убил гонца, открыл письмо князя, чтобы его переписать, и раз, и убил там какие-то макаронные каракули. Вот с этой целью были созданы языки. Это для общения, для секретной передачи информации. Для этого была создана узелковая письменность, которую у себя закрепили индейцы майя. Это все было создано для того, чтобы коммуникация была по всей планете. Понимаете? Вот плывет какой-то купец из Новгорода в центрально-американские земли, в наши колонии, и везет с собой вязаные носки, или ковер везет, привозит подарок князю местных территорий, главному индейцу с перьями по всей спине. Индейц раскрывает и говорит «благодарю тебя». Но только он понимает, что там написано, а купец не понимает. Купец это видит как дар поднушения от князя к князю, и что здесь плохого? Подарок привез. Понимаете? Это очень глубокие смыслы. Он даже не догадался, что везет секретный доклад. приказ князю. у нас будут только пункты ремонта с гарантией на 150 лет. Вот пришел человек, у меня там болит, там болит, он даже не может придумать, где у него болит. Его отремонтировали так, и дали гарантию так, что он 150 лет больше не будет приходить за полбетками. Ну, уранники резник могу ответить, что есть такое выражение считать информацию. Так вот, информация считывается не только числами, но и текстом, я не знаю, мыслеобразами и т.д. и т.п. Поэтому считаю, это не относится однозначно к счету и к цифрам. Совершенно верно. Так, читаем дальше. Немок капитан, когда морды и национальности имена и фамилии и как они жизнь жили, увидим тогда и может и улыбнёмся, гнётся же. Чего? Ну, видать, капитан Немо совсем русский язык замолкал. Там была большая качка. А, ну, наверное, под водой причём. Под водой писал. Ну, сейчас попробую. Где эти круги были, когда 30 тысяч верных КГБистов уничтожали? Уничтожали. Так, ну, так, в новый закон загнать хотите и сверх все сливки снимать не получится. Так, ну, для этого нужно изучать госакты, для этого нужно читать каждую статью и смотреть, кто занимался уничтожением. Уничтожением славянского рода и народа занимались инородцы, иноверцы, иностранцы, сохранением славянского народа занимались автохтонные наследники, верноподданные, оставшиеся верные присяги, строили страну, побеждали в Великой войне. для этого разберитесь сначала в госактах, посмотрите на исторические справки, не сидите открыв рот, вам туда червячка не положат, вам все станет ясно, и будет про 30 тысяч, и все будет вам известно. Мне тоже и деда, и прадеда расстреляли, отец 48 лет был в партии, много лет был судебным заседателем, и он постоянно ненавидел сельсоветских, потому что сельсоветские подали список на юбилей революции, которые включили его отца, как врага народа, то есть враг народа образовался за одну ночь, только потому, что он был бригадиром в колхозе в Подмосковье, его довезли до Дмитрова, грязь, дождь, так все равно говорит, их расстреляют, давай мы их сожгем, загнали в амбар и сожгли, сбежал один только фармацевт Цизман и говорил моему деду, Иван, побежали, у тебя же дети, ты что, вот, а он сказал, я советской власти ничего плохого не сделал, вот его слова, с того света, поэтому говорить про когибистов, товарищ, это лучше не вам, лучше разобраться в истории, я в этой истории разобрался, я теперь знаю, кто, зачем и почему, и где они сейчас находятся, тоже знаю, преданы забвению, проклятые, рода уничтожены, так что, вот как-то так. В прошлом видео ты однозначно сказал, что есть только два варианта, то есть, есть какие-то подданные и есть верно подданные, почему нет третьего варианта, почему нету вольных, которые не давали никому никакую клятву и не являются ни рабами, ни, как говорится, ни не суработниками царя? Почему? Вольные тоже были, вольные были после того, когда они заплатили, грубо говоря, оброк, для того, чтобы, ну не хотят они быть верными присяге, ну не хотят они быть подданными, они стали вольными, они заплатили определенные денежные средства и ушли в степь и стали казаками, вот и все, такие тоже были, но о них речь не идет, потому что они отреклись от, грубо говоря, денег русского царства, откреклись от присяги, ну и живут себе, живут, не вредят, ну сохраняют землю, землю сохраняют, так, вопросов нет, ради этого и живут, держат скот, держат птицу, никому не лезут там, и все такое, но опять же, претендовать на активы своих родов не имеют права, да, это их выбор, воля, ну ребята, что сделаешь, и любили, поэтому речи о них не идет, это касается сегодняшних общинников, это касается сегодняшних, вот кто себя там называет, нам ничего не нужно, там, мы вот уходим в тайгу, мы вот там создаем, там, вы нам дайте нашего куска от золота, и мы вот это, подождите, ребята, вы хотите кибуцы создать, так создавайте кибуцы, не хотите, вот как мне товарищ вчера с этого, с Брянской области, Новозыпко, вообще потрясающий парень, он сказал, я воевал со своей семьей, не понимают они, что это такое, пока я не пришел домой, не взял топор, пилу и спички, и ушел в лес, все, вот тогда у них мир перевернулся, вот, человек, не просил ни средств, ни финансов, оставил машину, квартиру, оставил все блага земной цивилизации, и ушел в лес, и таким образом он сподвиг свою семью на внимательное изучение наших документов, и они поняли, чего добивается отец, глава семейства, и встали на его сторону, сказали, возвращайся, мы согласны с тобой продолжить вот это все, мы поняли, женщина поняла свое место, как хозяйка, как охранительница чага, мать поняла свое место, потому что она благословила сына на праведные дела, на светлые дела, подключила рот к этому, чтобы он ему помогал, и он обрел такие силы, такую мощь, молодец парень. Иногда другого выхода нет. Да, он никого не пил, никого не пил. Вот я советский, и все, не знаю почему, но лезет это из меня, ну советский я. Да, я 86-го года рождения, но я советский, ну советский я. Вот он кричал, они говорят, да ты что, дурак, ты гражданин Российской Федерации, ты больной, надо не сдать на опыты. Мы его тут понимаешь, покорнили, приодели, мультфильмы, коньяковы, простоквашины. Джинсы дали, сникерсы, а он ни в какую. Да. Так, дальше читаем, никто спрашивает, завершится траст РФ, перейдут на траст СССР, вот и все, поменяет вывеску. Гражданин огражден в правах, неважно в каком государстве, если ты будешь огражден в правах и свободах, для чего тогда этот СССР? Ну, во-первых, в СССР никто не был ни в чем огражден, во-вторых, в обновленном СССР, после 26-го года, это будет бенефициарий, согласно своего статуса и титула. Если вы считаете себя гражданином, если меня это не интересует, не волнует, идите со своей политикой, вот работа, холодильник, диван, все, идите на. Вот если так, то, пожалуйста, ребята, вы сами себя ограничили. Вот. Право выбора будет у всех. Я еще раз повторяюсь, что после 26-го года вот эта вся чехарда, которая была предвидена, предусмотрена, предсказана, оформлена, она вся закончится. Не будет больше никаких государств, кроме советского. Ничего не будет в мире. Да, будет трехтысячелетний траст, который называется «Эра благоденствия». Вам, братья Вайнеры, вместо встречи изменить нельзя. Показали. Ну, «Эра благоденствия». Не будет никаких ограничений. Государство, как репрессивный аппарат подавления, не будет существовать. Мы за пять лет должны отличить, должны выучить. А потом, через пять лет, народ, мы спросим, как вы хотите жить. Мы предложим свои. Пускай будет это 62 правила, что можно, что нельзя и что должно. А вы предложите свои и чья возьмет. Ребята, это будет большой круг. Это будет референдум. Но только 31 год, когда мы всю вот эту вот боль 30 лет, мы из людей потихоньку отречим, отмоем, очистим, успокоим, наведем какую-то стабильность духовную, чтобы человек не чувствовал себя с загнанной собакой. А потом уже, в 31 году, решайте, или вы хотите быть ограниченным, или вы хотите вообще ничего не иметь. Есть и такие души, которые, да мне ничего интересует, отвалите мне, все, мне ничего не надо, ни есть мне, ни пить, ничего не надо. Вот, когда, как учили древние, когда отправляется душа на землю, она клянется, что выполнит определенную функцию, приходит на землю, и этого человека не видно, не слышно, он нигде, он просто вот существует, он не продолжает ни род, не участвует ни в чем, он бирюк, забитый, где-то живет себе и живет. Не звать никого. Это не звать его никак. Вот эту душу даже Всевышний не может отправить на переформатирование. Это его выбор. Это выбор этой души. Но за ту клятву, которую она давала перед родами, когда приходила в этот род, он ответит, его опять отправят на эту землю. И это прерогатива только славянских душ. Больше никаких. Нету. Остальные все, то ли синтетика, то ли внеземное происхождение. Как бы вы ни говорили, как бы вы ни крутили, как бы вы не выступали в качестве оппонентов мне сегодня, эту информацию вы скоро получите. В том числе и сегодня будет старт от меня и направление, в котором вы сказали. Поэтому русская душа, она универсальна. Она из века в век, из жизни в жизнь приходит сюда. Для изучения, для школы, а не для потребления и балдежа. Восьмой вопрос. За, за сентябрь. Кстати, вот предыдущий вопрос был задан от некого никто. Так, за, за сентябрь спрашивает. Красиво рассказал, но доверия нет. Подобие президент, ха-ха, сэр Тараскин, который всего лишь стоматолог, все знающий и ведущий, но паспорт сэр сдавший. И это красиво себя предоставляет. А, и этот красиво себя предоставляет. Прямо папу римского видал и блистал перед ним. Где доказательства? А их нет. От слова совсем. Хорошо, проплаченные, болтуны и не более. Ну вот, за, за сентябрь как раз таки и показало, что это настоящий изу... слуга. Потому что, как говорил господин Далес, даже тот, кто высунет свою башку и скажет правду, нами будет высмеен, выполощен и уничтожен. Вот читайте план Далеса, вы по нему как раз таки отработали. Доказательства вам предоставлено больше, чем достаточно. Как в Библии сказано, да имеющие уши, да услышат, да имеющие глаза, да увидят. Это если он подключен к Богу, а если он не подключен, он выполняет чью-то функцию, он выполняет инструкцию. По инструкции было сказано опорочить, обсмеять и ха-ха. Ну, ха-ха, значит ха-ха, воспринимаю вашу информацию. Благодарим. Благодарствуем. Так. Ну, ты знаешь, я тебе, это, как сказать, вот то, что ты рассказал, я считаю, что эта информация заслуживает внимания. Это информация для размышления. А если кому-то нужны именно доказательства, он хочет именно, как говорится, вас же ни к чему не призывает, там, что-то делать, от чего-то отказаться или наоборот ничего не делать. Вам просто сообщает информацию. И вот так обливать источника информации, ну, я считаю, это неправильно. Надо это как минимум выслушать, обдумать, осмыслить, а потом уже это, как говорится, задумываться, как это можно проверить и как это можно применить на практике. Вот у меня цель общения с тобой, вот конечная цель вот в этом. Как это интересует конечный практический результат? Совершенно верно, Антон. Опять же, возвращаемся к Святому Писанию. Хотя оно уже переписано, но нас интересует определенная строчка. Ищите, да обрящите, стучитесь, и вам откроют. Там нигде не написано, что вам откроют, вы только подойдите. Там написано, стучитесь, волю проявите, ищите, да обрящите. Девятый вопрос А.С. Подожди, подожди. Я просто считаю, что истина, она разбросана везде, как крошки. Я ищу везде. Отрицать, ну, то есть, ты выходишь на поле, смотришь, такой издалека, о, тут ни одной травинки, ни одной песчинки. И тут делать нечего. А я нет, я все равно прогуляюсь, посмотрю, может где-то что-то это есть. Совершенно верно, Антон. Вот ты сейчас сказал такую очень важную вещь. Чтобы прийти, как говорится, к какому-то победному результату, нужно эту информацию заложить по всему миру в этом очень глубокий смысл сведущих людей, заложим, сведущих, хранителей. Это, во-первых, поиск информации консолидирует. Народ ищет, народ находит, он осознает себя, он осознает свою силу, он понимает, кто он, он налаживает вот этот канал. Вот в чем заключается смысл разбросанных. А если у нас получается, вот как товарищ Чингисхан, стоя под Мазари Шарифа, он просто сжег библиотеку. Вот еще, вот туркмены говорят, что здесь был Чингисхан, здесь хранилось более трех тысяч древних книг, и Чингисхан, в общем, три года топил свое стойбище книгами из этой библиотеки. Все! Информация потеряна. Ее нету, она уничтожена. Понимаете? Или вот товарищи из Ватикана возьмем. Вот они, вот эти две с половиной тысячи километров от Рима до Иерусалима забили на глубину 216 километров информации. И что? Они ее скрыли. Она вылезла наружу. Она в количестве 650 самолетов. Она вывезена оттуда, и она будет доступна. Это будет другая история человечества. Это будет совсем другие понятия, понимание. Видите, в чем смысл? Нельзя концентрировать все яйца в одной корзине. Один хлопок, один щелчок яиц нету. Все. Остались без пирогов и без яичниц. Вот в чем глубина смысла. С практической точки зрения могу рассказать свой опыт. Вот многие говорят, что ты ходишь по судам, там, а их не существует, ты их тем самым признаешь. Да я не признаю, я наоборот захожу и говорю, что под принуждением, под вашу ответственность, я вас не признаю, якобы судья, якобы суд и все остальное. Но я хожу туда, чтобы узнать, как они действуют. Даже если они мне ничего не говорят, я считываю информацию со всего. Как они ходят, как они двигаются, как они смотрят, какие эмоции у них на лицах, на ту или иную фразу мою. Я же там постоянно с ними разговариваю и по их реакции вижу и получаю косвенные подтверждения той или иной информации. Я это все собираю и оттуда столько информации вынес для себя, просто колоссальные, целая библиотека, можно сказать. А народ просто игнорирует эту кладезь знаний и говорит, нет, живые не ходят по судам, их не существует. Ну, не ходите, не хотите знания получать, пожалуйста. Вольному воле. Можно, Антон, я дам пояснение маленькое по этому всем мероприятию. Вот, со 2 февраля на всей территории Советского Союза введен режим партизанский край. Ходить никуда без приказа нельзя. Ты должен получить приказ, что я хочу пойти на торговое судно другого, другой юрисдикции и выполнить какую-то боевую задачу. Все будут знать, что ты ордена, свои документы сдал в штаб и пошел на особое задание. Все знают, где ты находишься, с какой целью и по прибытию с этого твой доклад будет уместным, существенным и предметом для рассмотрения. Это во-первых. Во-вторых, живые в суд не ходят. Ничего подобного. Живые, согласно своего титула, являются на самом деле принадлежностью траста мертвых и к своему похоронщику мертвые имеют право приходить, но выполняя задание, вот ты выполняешь задание, у тебя порыв есть, у тебя очень потрясающие результаты, но окончания вот этого мероприятия нету, подведения итогов. То есть ты сходил в разведку, принес вроде бы языка, ну не донес, он где-то там в нейтральной полосе лежит. А как его притащить? Ну не знаю. Вот так вот выглядит это. Поэтому, когда ты сейчас сделаешь определенные юридически значимые действия, ты будешь это дело выполнять уже, как говорится, по воле определенных высших сил. И полученный результат будет рассмотрен, будет принят к сведению уже здесь на земле теми, которые подключены к этому мероприятию. Вот в чем глубокий духовный смысл этого всего происходящего. Вот почему важно соблюдать алгоритм. Он непростой алгоритм. Он очень глубокий по смыслу. Ну я тебе так скажу, я присягу никому не давал, орденов у меня нет, формы нет, никому не служу, действую чисто по зову совести. Вот мне совесть говорит, вот надо сходить, надо всем показать, что там творится. Я иду и показываю. И у меня естественно там включается противовес, что нет, не ходи, там опасно, там иногда бывает и страшно, и руки, ноги дрожат, но все равно совесть говорит, иди, я иду, я слушаю свою совесть. Потому что я считаю, что людям нужно донести эту информацию, что там творится и как они действуют. Потому что это ни по телевизору, ни в газетах, нигде не печатают. Я людям показываю правду, что там на самом деле творится. И у меня единственный приказчик это моя совесть. Ну вот ты и попал, Антон. Совесть это совместная весть. Совместная значит с кем-то согласованная. Ты же не сказал по своему разуму, по своей духовности, это твое персональное, а совесть это коллективное. Не, я же говорю, у меня ум включается, говорит, не ходи, не ходи, нельзя туда ходить. Ты что? Там же приставы, там же рамки, там же аусвайс надо показывать и все остальное. Нет? Да-да. Сюда кидай только. Так что все согласовано. Так. Конечно. АС задает вопрос, кто пишет эти госакты, почему они появились только в 2020 году, где эти военные власти были 30 лет и где они сейчас? Сейчас они в виде постановления об издании госакта, сейчас они в государственной информационной системе, как Советского Союза, так и Российской Федерации. Вот. Кто их пишет? Их пишет под приказом советских военных властей, пишет Центральный Комитет Комнистической Партии, платформа Большой Веков. Так что вот как-то так. Я читаю дальше. Натаха Приходченко. Так что и как нам доказать, что мы же врожденные мужчина и женщина, если в реестре нас записали как раб и физлицо? Куда идти и как доказать это? На нас и так смотрят как на недееспособных. Опекуны не дадут и не отдадут никаких бумажек, хотя они мне и не нужны были. Надо вообще уйти от этих бумажек и жить по человеке и по совести, с чистыми помыслами, в гармонии с природой и животными. В общем, смысл как оживиться и что делать и куда идти? Что делать и куда идти? Это все алгоритмы, расписанные на канале просвещения. Как это делать? как вы себя представляете, кем вы себя заявляете? Все расписано, все 48 алгоритмов расписаны на канале просвещения. Вот начните с первого. Действия советского человека в 21-м году. Заходите прям там все подряд. Ясно. Один вопрос Били Бим. Вопрос Тимуру. Куда ведет народ Андрей Булатов? Не знаю. Лично знаком. Не знаю. Не согласовываю. Не обсуждаю. У него своя воля, свой разум. Если согласовывается с нами, могу сказать. Не согласовывается с нами, не могу сказать. Поэтому вопрос задавайте Андрею Булатову. Как советскому офицеру, как советскому гражданину, человеку. Вот исходя с этой позиции задавайте этот вопрос Андрею. Привет, Андрей. Так, 12-й вопрос. Миссия Мирное Объединение. Госакта сейчас подписывает Щипков, а не Корякин. Разъясни, почему я его должна принять, ведь Щипков только секретарь Корякина. Во-первых, Юрий Алексеевич Щипков не секретарь Корякина, он секретарь Центрального Комитета Партии. Владимир Степанович являлся и является генеральным секретарем, поэтому они находятся всего лишь в должностном подчинении. Это не означает, что Центральный Комитет Партии, который также, как и всегда, состоял из двух платформ, меньшевистской и большевистской, они находятся в непосредственном идеологическом подчинении. Поэтому Владимир Степанович выбрал путь, как мне кажется, я так предполагаю, меньшевистской платформы. Юрий Алексеевич заявил о том, что он является представителем большевистской платформы. Поэтому это не означает, что государственные акты, которые были подписаны Владимиром Степановичем, являются ничтожными, а госакты, которые подписаны Юрий Алексеевичем, являются достоверными. Они и те, и те являются источником знаний, источником информации. Не зависит от того, кто подписывал и каким образом. Потому что в составе ЦК много секретарей, которые имеют право подписить. Но в данном случае подписывает Юрий Алексеевич. Поэтому здесь только в этом разногласие. Я заметил, что там красные печати и красная ручка используется. Почему красная? Потому что статус. Зайдите в архив, посмотрите, как была подписана телеграмма товарищу Сталину, какая была наложена резолюция, посмотрите документы, которые подписывал товарищ Сталин, как верховный главнокомандующий Георгий Константин Жуков, представители английской, французской и американской военных миссий. И вы все поймете. Расписаны все титулы. мне присылали какой-то протокол 46-го года, подписан Жуковым, там представители не помню, то ли Франции, что-то там, не помню, какие страны, Бельгия или Германия. Ну, короче, Жуков красным расписался, а остальные синим и черным. Ну, это очень важно. Красным расписались советские, как князья церкви, как наследники русского царства, как воины, вернувшиеся живыми с войны. Черным расписали слуги сатаны, это представители немецкого командования, фиолетовым расписались те, которые прилипли к титульной нации и тоже себя посчитали живыми, вернувшиеся с войной. Вот мы тоже воевали, мы тоже вот на тебя. Но на данный момент существует только единственный суверен на планете Земля, это человек, гражданин Советского Союза, человек и гражданин Советского Союза с полными правами. Вот тот, кто себя заявляет, он вступает в этот титул и начинает борьбу. И при определенных условиях получит право распоряжения красной подписью. Не знаю почему, но три года назад я тоже задался этим вопросом, какой цвет использовать. Мне почему-то пришло, что именно зеленым. То есть середина видимого спектра, то есть баланса равновесия, плюс цвет жизни планеты Земля зеленая, ну и т.д. и т.п. А потом через год почему-то, не знаю почему, у меня появилась тяга именно красным расписываться. Я вот до сих пор два года, у меня все ручки зеленые на красный поменялись. Ну, опять же, хочу предупредить, что, ребята, если вы ставите красную подпись, то наступит время, когда будут предъявлены полномочия и права на подпись. То есть, с вас спросят, вы у полномочия имели право на это? Вот. И некоторые смогут не ответить на этот вопрос. Поэтому, чтобы подписываться красным, нужно совершить определенные действия, связанные именно с, как сказать, с определенными алгоритмами. Вот тогда будет это право неоспоримо. В противном случае могут спросить. Да, пожалуйста, спрашивайте. Я ничего противозаконного не делал, и все мои действия направлены во всеобщее благо. в основном красная ручка используется в самозащитных целях. То есть, я не издаю какие-то приказы, не приказываю никому сделать и то, сделать и это. То есть, я только фиксирую правонарушение, беспредел, и об этом сообщаю. Использую красную ручку. Ну, знаменитый 13-й вопрос. Давай. Так, свет земли. Хотелось бы узнать, как гости относятся к вакцинации нелегитимным выборам? Ну, гости относятся негативно к тому и к тому. Вот. Хотя в этом есть определенные, так сказать, задачи и цели, которые пока не просматриваются, но являются, опять же, способом отбора дееспособных от недееспособных. вакцинации. Тот, кто считает себя дееспособным, он выступает против вакцинации. Тот, кто себя считает дееспособным, он не участвует, как вы заметили, в нелегитимных выборах, вы уже сами ответили. Кто является недееспособным, он торопится, показывает всем, что надо уколоться, надо уколоться. в этом плане давно статья вышла по поводу выборов, что это, по сути, ритуал добровольного отказа от собственной воли. Не просто отказа, а, можно сказать, что ритуал самоубийства собственной воли. Потому что там идет и ворну выкидывает, то есть это признаки каких-то похоронных мероприятий. То есть берут собственную волю, ставят галочку, бюллетень, буллет-ин, пуля в лоб переводится. с английского. То есть сам свою волю убил, поставил галочку и выкинул в урну. Все, нету воли. Да, совершенно верно. По поводу укола, ну, тут все ясно. Тут смешно, конечно, смотреть, когда буквально недели-две назад самое их знаменитое лицо говорит, что никакого принуждения не будет, и тут бац, это принудительные уколы начались. Ну, а по нашим данным, например, Следственный комитет уже, ну, он не кричит, он вопит. Ребята, дайте хоть одно заявление на того, кто вас принудил, дайте, у нас руки чешутся. Никто не дает. Вот коллектив женщин собрал председателей родительских комитетов, сказал, ребята, изъявите свою волю на бумаге и передайте ее тем товарищам, которые обязаны этим заниматься, но вы же ничего не делаете. О, нет, так не пойдет, мы должны выйти с двокатами, только потом все вот это вот выхождение, прохождение зафиксируйте и отправьте Бастрыкину, и вы узнаете, куда вас пошлют. А так механизм заработал их механизм, который тоже предусмотрен в их законодательстве. И по поводу отсева, тоже где-то месяцев 9 назад выпустил видео и сказал, что жатва началась, и она уже давно идет. И эта жатва именно призвана к тому, чтобы выявить, у кого есть воля, тот будет жить, а у кого нет воли, тот будет сосуществовать, страдать, я не знаю, что угодно. то есть, идет конкретная жатва. То есть, опять же, возвращаемся к Библии, каждый получит по вере своей. Это не означает, что мусульмане отдельно, христиане отдельно, иудеи, и все такое прочее. Нет, по вере своей, в себя, во Всевышнего, в окружающих, в общество, в рода. Вот насколько ты веришь, настолько и получишь. Я бы даже сказал, по воле. Есть воля. Есть творец, нет воли. Ну, какой ты творец, если у тебя воли нет? Да. Так, Ленилия Шиманская. А почему вы не договариваете о том, что те, кто присоединился в оферте на Биулина, ее Пелехова сильно проталкивает, то станет должником и откажется от всех своих титулов и авуаров? Это про что вообще речь? Да, я знаю про что. Ну, все дело в том, что оферта на Биулина предложена как ребрышки. Никто не сказал, что так, все, срочно, быстренько, кто себя считает советским, быстро написали, отправили, все, ду-ду-ду-ду-ду-ду. Нет. Это вам дали, опять же, почву для размышления и показатель, кто проталкивает с какой целью, какие цели преследует, гражданка. Вот для чего. Вам дали предмет для духовного роста, предмет для изыскания, осмысления, рассмотрения. вам дали тренажер, на котором можно потренироваться. А вы должны это дело пропустить через голос сердца. И вот тогда у вас все получится шикарно. Тогда у вас наступит гармония. И тогда все эти вопросы, которые вы задали, оклетят. Так, следующий вопрос. Об этом Филатово в видео «Разбор полетов» в Апелиховой очень подробно рассказывает. Чем больше советских граждан присоединится к их оферте, тем богаче и могущественнее они встанут за счет вашей добровольной отдачи своих прав присоединением к оферте. Ну, для этого нужно посмотреть нашу оферту, которую мы сделали от 4 декабря 2019-го от 24 декабря 2019-го. И у вас будет повод для сравнения. Если вы уж так вот хотите вот именно чтобы вам разжевали и положили в рот, то, пожалуйста, то, что эмоционально гражданка Филиппова вот это мероприятие рассматривает, так это по зову сердца, да, она почувствовала, что идет угроза ее роду, вот, поэтому она встала на борьбу, вот, но недостаток, опять же, информации, неглубокое поверхностное изучение вопроса, поэтому одни эмоции. так, Светлана Светлая спрашивает, как выйти из книги учетов мертвых, вы рассказали, что недостаточно признать себя просто живым, что очень сложно выйти, как и каким образом, говорят, надо раскрещиваться, но ведь если ты занесен в книгу, как из этой книги выйти, хоть ты и раскрестишься, народ совсем разучился вопросы задавать. Ничего страшного, понимаешь, духовный порыв это одно, а вот как мысль сформировать это другое, то есть он почувствовал где-то глоток свежего воздуха, он не раздумывая прильнул к этому, понимаешь, а потом он уже будет думать и осознавать, за это нельзя человека корить, вот именно это первое, что рвануло человека задавать вот этот вопрос. Он услышал глоток воздуха, душа восприняла. Вот, ну, а по поводу книг, учет мертвых, там, вот это все, я вам скажу следующее, вас поместили в каком образе туда, в книгу учетов мертвых, вас взяли за шиворот, извините за выражение, засунули в какой-то ящик и вы там сидите, да, то есть вы связаны по рукам, по ногам, ничего не можете сделать, да, так происходит. Нет, они вам сказали, так, теперь ты у нас мертвый, мы тебе вот сюда записали, теперь ты ничего не имеешь прав никаких, все, мы тебя грабим, все нормально, все отлично. нет, нет, они создали эту картинку, эту игру в своей голове, а вы в своей голове создали вопрос, что, на каком основании, каким образом, вот что, на каком основании, каким образом, все это расписано в алгоритмах просвещения, все это в публичном доступе, и наши аферты, и алгоритм выхода, и почему это, как этого избежать, все расписано, ребят, изучайте. Наташа Приходченко спрашивает, мне уже за 50, и хорошо помню, в тот день, когда расстреливали Верховный Совет, нам в этот день, целый день показывали Лебединое озеро, шнуровые книги еще были в действии, но постепенно их убрали, паспорт, когда получала СССР, печать была сине-фиолетового цвета, но ручкой на подпись сделала чернильный черного цвета, то есть, получается, что запись при рождении была как же врожденная, детей Божье, а паспорт получила частично, то ли женщина живорожденная по печати, то ли раба, подпись черной ручкой, как раб Божий. Вывод, госслужащим дали распоряжение все умолчать и делать то, что скажут главари этих сереньких, но у работников уже совесть была и писали частично правильно. Но тут имеется в виду вопрос по цветам. Ну, во-первых, когда звучало «Лебединое озеро», это был 91-й год. Когда расстреливали Верховный совет, это был 93-й год. Это вот четко нужно понимать. Я почему говорил в первой части нашего диалога о том, что мы придем к этому вопросу. Мы придем к вопросу вот этих, как сейчас кипит интернет, двум тысячам или двум миллионам тех, которые прибыл на эту территорию. Сначала я отвлекусь немножко от печати и дам пояснение, чтобы в сознании наших слушателей отложилось именно это, чтобы они больше не задавали вопросы, где вы были 30 лет. Поймите правильно, что алгоритм А и алгоритм Б. Больше алгоритмов не существует у товарища иезуитов. Никаких. Если алгоритм А сработал первый раз, второй раз, то он сработает третий раз, сотый раз сработает, пока не проснется сознание. Поэтому в 91-м сюда прибыли бойцы, в 93-м сюда прибыли бойцы, и вот сейчас сюда прибыли бойцы. Но все думают, что это по нашей душе. Нет, ребята, это не по нашей душе. Это по душе тех генеральцев, которые должны согласно своей присяге, которую они никогда никому не давали, они должны выступить на защиту своего народа, которым мы четко и ясно объяснили, что ребята, после определенных действий со стороны иезуитов вы будете зачищены. Вот оно свершается все на ваших глазах. Поэтому еще раз повторюсь, сценарий 91-го, сценарий 93-го повторяется сегодня. Как вы проснетесь, товарищи генералы, как вы придете к советским, вы знаете, какие 4 документа нужно подписать. От этого зависит жизнь вас, от этого зависит ваше положение в обществе и ваше положение в истории. Вот те ребята в 91-м генеральцы имеются в виду, в 93-м они вошли в историю как герои, а вот как войдете вы, это вопрос. Поэтому все действия остаются за вами. Ваша воля, ваше доскональное следование присяги остается за вами. Все, вопрос к вам, товарищи генералы. Дальше, по поводу печати. Вы сказали правильно, заметили правильно, то, что были фиолетовые, то, что стали черные подписи, это все верно. Вопрос, что с этим делать? Как возвращаться? Куда возвращаться? Кем себя считать рабом или соработником Ивана Васильевича Грозного? Это вопрос за вами. Эти алгоритмы, опять же, повторюсь, изложены в госактах, эти алгоритмы изложены на канале просвещения, поэтому ваш эмоциональный посыл я услышал. Вы молодец, что смогли различить и почувствовать что-то нестандартное в этом мероприятии. Поэтому толчок дан для вашего изучения. Направление я вам подсказываю, где. Остальное все в ваших руках. Успехов. Били-бим. Антон, просьба у меня к тебе. Спроси у Тимура, где не надо ставить роспись или под принуждением ставить, когда будут получать временное удостоверение лица безгражданства ИРФ и как нужно расписываться в этом удостоверении. Потому что там нужно два раза расписываться. Ну да, многих сейчас интересует вопрос. Если раньше можно было получить вот этот аусвайс без росписи, то сейчас они обязательно требуют ставить роспись. Они же поменяли регламент. Они сейчас создают учёты, потому что продавать нечего. Продано всё. Поэтому любое сейчас «приди, распишись» является созданием учёта. Вот как опять же вернёмся к госпоже Ульяновой, которая говорит, что «да, ребята, не переживайте, вы просто попадёте в реестры, чтобы Российская Федерация посмотрела, насколько глубоко у вас украдено ваше имущество». Нет, ребята, вы попадёте в реестры именно рабов. Поэтому ваше имущество вас отнимают с помощью этого. И никакие, как говорится, блага и коврижки вам не помогут. Никакие. Вы добровольно приходите и сдаёте тому, чего не существует. Вы своими руками создаёте финансирование того, чего нет управляющей корпорацией на территории Советского Союза. Поэтому думайте своей головой. А где подписаться, как подписаться, вот именно там из четырёх подписей, это всё вексельное право. О нём запрещено говорить, потому что это ядерное оружие. Если вы начнёте его сейчас направо и налево лепить, вы себе такого наделаете, что не дай боже. Поэтому как это делать, как это делать грамотно, куда это ставить, в том числе и Антон к этому причастен. И он показал на весь мир, на весь Ютуб, как это работает. Ребята, послушайте опыт, жизненный опыт человека. Он показал свидетелей, где они расписывались, как они расписывались. Но для уточнения этого мероприятия зайдите на канал просвещения и почитайте. Просмотрите все алгоритмы. Там есть алгоритм, куда, как и при каких обстоятельствах. А то, что это работает, это действительно так. Антон вам показал. Да, причем я показал процентов наверное 20 или 30 из той информации, которая у меня есть. 70 процентов осталось за кадром. из этих 70 процентов сейчас скажу, где-то процентов 60 положительный результат со всего мира. То есть, везде вот это CFBuy под принуждением по-русски там или неважно как, не признаю, без ущерба, без акцепта, это все работает. Без обороты на меня тоже это все работает. Протокол разваливается, до суда не доходит, если доходит, то обратно заворачивается. То есть, даже очень многие даже при заполнении, как только человек пишет, сразу же этот протокол рвется или там объяснение и говорят, ты что сделал, у меня этот протокол или объяснение не пройдет нигде. То есть, уже полицейские в курсе. До многих дошла информация. Даже есть информация, что у полицейских есть экзамены по вексельному праву, которые они ни с первого, ни с второго, и даже ни с третьего раза иногда сдают. То есть, для них это трудная грамота, но что это подняться на уровень выше, у них пока нет возможности, я имею в виду рядовых, то есть, им полное знание не дают, им дают только крупицы. И когда они сталкиваются с такими явлениями, когда вроде человек подписал протокол, оставил какие-то надписи непонятные, и вдруг этот протокол возвращается, у них, конечно, круглые глаза, они не понимают, что происходит. И плюс ещё им сверху от руководства прилетают очень большие тумаки, ты что понаделал, ты нам бумагу испортил, причём скандал такой, как будто, я не знаю, мирового масштаба. Измена родины, прямо на Красной площади. А казалось бы, какая-то обыкновенная бумажка, ну подумаешь, он там какие-то слова написал, что такого, а от руководства реакция такая, что как будто он там, я не знаю, подставил весь отдел и чуть ли не весь город. Вот, вот опять же, ребята, мы возвращаемся к тому, что заявил себя в лесу живым человеком, в поле услышала эта природа. А важно всё-таки бумажка. Видите, в чём дело? Системой нужно воевать её оружием. И от того, насколько вы глубоко понимаете этот смысл, зависит ваш успех. Слова к делу не пришьёшь, поэтому очень важно делать двойственно всё, даже тройственно, то есть мыслить определённым образом, действовать определённым образом, то есть говорить, и плюс ещё действия, которые направлены в систему, потому что вот, как мне звонил один человек, говорит, они мне, говорит, не дали возможность написать это в протоколе, но я, говорит, озвучил на словах. Я говорю, ну, хорошо, твои слова слышал дежурный, в присутствии которого ты это сказал? Он говорит, да. Я говорю, хорошо, он берёт твою бумажку и несёт с вами начальнику. Начальник слышал твои слова? Нет. А его начальник тоже нет. Ну, бумажка, понятно, пошла выше, в бумаге нету слов, озвученные слова под принуждением под вашу ответственность, они не были написаны в этой бумажке, поэтому в системе обязательно нужно писать на бумаге. нам не зря дали с 2008 года в полной мере морское право на территории Советского Союза. Вот все говорят, вот это английское изобретение, мы сейчас будем туфельку целовать. Нет, ребята, по морскому праву мы сейчас вспоминаем в Советском Союзе, кто у нас работал или служил. Это кто носил черную форму капитанов военно-морского судна? Это в первую очередь морские офицеры, матросы. Во вторую очередь это у нас машинисты, потому что по закону военного времени машинист в пути следования, получая по рации приказ о том, что согласно военного положения вот этот вот перегон, в котором вы осуществляете движение состава, атакован вражескими силами, поэтому он в состоянии остановить поезд, он в состоянии организовать сопротивление и ему обязаны подчиняться все гражданские на данной территории. Понимаете? Ну, дальше кто у нас носил черную форму? Лесники. Кто у нас еще носил? Прокуроры. Почему? Потому что все происходило по морскому праву. Ихние полномочия осуществлялись по морскому праву. Сейчас вы видите, что в Российской Федерации никто не носит черную форму, кроме как военнослужащие военно-морского флота Советского Союза. Не Российской Федерации. Федерация это всего лишь управляющая компания. У нее не может быть военно-морского флота и вооруженных сил. Поэтому у них частные военные компании. Но капитаны кораблей или судов находятся в черной форме. Кто еще в Арахии в черной форме? Судьи. Судьи, которые находятся на своих судах и сидят на капитанском мостике аж башку ломишь смотря на него. Поэтому ребята они все подчиняются морскому торговому кодексу UCC. Там бесчисленное количество этих высказаний и выражений. Одним из них является как вы подписываете без ущерба по UCC 1.308.4 Это говорит то же самое что и сокращение не беру ответственность на себя подписано под принуждением мне не разъяснено. Но когда вы применяете подпись без оборота на себя вы переходите в советское право от 29 года. есть вы пытаетесь усидеть на двух стульях. Это неграмотно. Это неправильно. Поэтому изучите этот вопрос. Нельзя писать без ущерба по UCC и тут же без оборота на себя. все условия которого мне не разъяснены, а может это против меня. Поэтому я его не принимаю. Вот и все. А так вы заявляете. Мне предлагается договор. И все. А какие действия по этому договору вы не закрепляете. все. А вот 138.4 это как раз означает то, что условия договора мне не разъяснены. Давай подписывай, давай, иди отсюда, все, пошел. Вот это вот так выглядит. Нет, не давай подписывай, пошел, а иди сюда. Ты мне предложил оферту, я ее отклоняю. В любом виде. Извещение на почте, какая-то корреспонденция каких-то структур, там видеорегистратор прислал, там ЖКХ прислал. До свидания, ребят. За меня уже все оплачено, все сделано. А дополнительный условий меня не интересует. Перечеркнул, написал, ваши полномочия не подтверждены документально, без ущерба по УЦС 1-308.4 Все. Ясно. Ясно. Так, Ирина Глушак, где находится... А, так, по поводу росписи предыдущий вопрос, это канал просвещения, да, там вся информация раскрыта? Да, канал просвещения. Добро. Там все это подробно расписано. Ирина Глушак, где находятся метрические книги и как проверить, какую занесен человек? Нужно ли человеку, рожденному с 1940 по 2015 год, искать метрические книги? Почему только до 2015 года, а дальше рожденные в суверены не входят? Ну, начнем опять же с конца. До 999-го, 1999-го, вот с 999-го рожденные это полные суверены. Вот, с 15-го это неправильно, нету такого срока. С 40-го под 2015-й не нужно искать, эти учеты проданы, они очень далеко, туда не добраться. Есть советские ГИСы, которые никуда никогда не передавались, они ведутся, они, если вы читали госакт от 19-го февраля, за январь 2021-го, года, то там четко и ясно прописано, советские учеты ведутся советскими. И учеты, учеты мертвых ведутся и поэтому советские учеты они продать не могут никоим образом, к ним нет доступа. Свои учеты мертвых они продали, поэтому до них не добраться. Из них можно выйти путем волеизъявления алгоритмы на просвещение. То есть вы не себя вытаскиваете за шкирку из этого болота, а вы запрещаете использовать свои персональные данные в качестве предмета наживы, потому что на каждый комплект персональных данных, вот обратите внимание, идет возня с депутатским корпусом. Вот мы народные депутаты, мы народные советы, мы на Вакуе Бышевск, мы вот создали, мы вот дайте ваши персональные данные. Каждый комплект персональных данных на европейском рынке стоит от 30 тысяч евро. Поэтому, ребята, то, что вы, используя вашу пассионарность, пришли в какие-то там депутаты, хотя вам сказано, что это измена родине, нельзя создавать структуры власти при управляющей кампании, нельзя, как бы она ни называлась, советская, божественная, общественная, нельзя. Кооперативы можно создавать, вопросов нет, это не запрещено, тем более в Российской Федерации, но только там есть такие условия, чтобы их соблюсти, нужно быть Богом. не поэтому советские военные имплементировали советское законодательство в российское, что показало 9 мая, что показало последствия, когда они попытались из ГИСа вычеркнуть, из своего ГИСа попытались вычеркнуть наши документы, советские, и им сразу прилетело от мегарегулятора, который следит за трастными соглашениями, и эта утрата для Российской Федерации невосполнимая, невозможно больше никоим образом зарегистрировать ни одно предприятие с территории, как они себя считают, даже континентального шельфа Российской Федерации, ни одно и никак. Все, они выстрелили, они совершили самоубийство своей системы, а наша система как светилась, так и светится. Ярким золотым светом нас не взять бесполезно. Поэтому искать учеты дорого себе проще гораздо изучить документы и сделать по алгоритмам просвещения. Так, Илья Альич задает вопрос. В 2022 году заканчивается 100-летний срок существования государства ССССР. Что дальше? Ну, это неправильная информация. в 2022 году никто не заканчивается. Есть Вашингтонские соглашения, есть Траст Новый Мировой Порядок, есть еще один под Трастик. их государственных актах расписано великое множество. Но я хочу не буду вдаваться сейчас во все подробности, это вы можете сами изучить, изучая госакты. Скурпулезно, с карандашом, подходя по несколько раз, выпивая по 50 литров кофе, но подходить нужно, чтобы осознать это. Ну, я скажу, что в 26-м году все из... Хочу закончиться. Здесь будет на всей территории земного шара, это 183 государства мира, здесь будут советские союзные культурные автономии. Вот автономия Соединенных Штатов, автономия Таджикистан культурная, они уже назначены, они уже в юрисдикции. Просто вот эти товарищи, они не хотят с этим смириться, они говорят, кто это сказал, кто это там такой, что это за четыре таких короля мира, да кто они такие? Ну, их сейчас будут лечить, не учить, а лечить будут, потому что они больные, они психически больные, они нездоровые, понимаете? Поэтому, ребята, это договоренность, это божественная договоренность, потому что, вот как я сказал в средней части, про тех вот этих горе-восстановителей, или блогеров, которые пытаются там плюнуть, там облить грязью, там все вот это советское, пытаются найти какие-то подвохи в божественной воле, потому что мы выполняем, как сыны неба, как творцы, мы выполняем божественную волю своих родов и богов, кроме этого ничего нет на земле, или мы это выполняем, или мы уходим в небытие, или мы уходим в рабы, поэтому я скажу, ребята, весь мир выполняет эту волю, весь мир выполняет эти договоренности, потому что выставлено на карту вот именно на суд божий, как я сказал, гражданам, ютюберам, неудачникам, ребята, это божественный спор, это божественные вопросы, поэтому я и действия советских и ваши действия выставляю на суд божий, вот точно так же, как по трастовым соглашениям, тысячу лет шел этот божественный спор между силами света, силами любви, добра, между русскими, между наследниками великого достояния, это нельзя стирать, нельзя принижать, мы ни на каких деревьях не сидели до 9 века, пока сюда Володя не пришел, нет, история русской цивилизации гораздо глубже, уходит в миллионы лет эволюции, и не было никаких обезьян, не было никаких Адамов и Ев, те, кто считает, были Адамы и Евы, это другая раса, другая национальность, это не к нам, мы совсем другие, так вот, смысл в том, что за всю тысячелетнюю историю божественного траста, нам постоянно вставляли палки в колеса дополнительными соглашениями, ребята, у нас нет денег с вами рассчитаться, а давайте мы сделаем вот так, ну давайте, начали делать, результат война, а давайте, ребята, мы сделаем так, ребята, вы же сами нам предоставляете дополнительные условия, мы согласны с ними, но за результат этих условий отвечаете вы, это вы именно придумали, что если с территории русского царства за тысячу лет хоть один раз будет военная угроза какой-то стране мира, это вы испугались русских, это вы назначили такие условия, что если за тысячу лет хоть один раз русские на кого-то нападут, то условия божественного траста будут расторгнуты в пользу иезуитов, ура, так, ребята, вы же прекрасно помните, что русские не начинали войны, русские их заканчивали на ваших территориях, вы помните это, но вы все равно ползете, вы все равно говорите, что русские такие неблагодарные, они своего царя расстреляли, не, ребята, это вы можете лапшу навешать своим сторонникам, которые это утверждают, что русские расстреляли того, который называли царь-батюшка, который в 903 году, будучи концом правления дома Романовых, управляющей корпорацией на территории русского царства, вернул всю землю, все активы, но только тем, которые называют себя верно подданными, верными присяге, вот им он вернул все, он не подданным вернул, инородцам не вернул, иноземцам, иностранцам не вернул, и они придумали такую версию, значит, если нам тут ничего не досталось, мы сейчас его так обгадим, как Ивана Грозного, Иван Грозный был Иваном грандиозным, потому что его власть распространялась на 9 планет Солнечной системы, и в тридевятое царство космоса, вы знаете, где это находится? Только и скажем, непростое это звание, титул, это Иоанны, это не единственный человек, это раса Иоанов, вспомните Великую Отечественную, как называли наших солдат, Иван, они знали, о чем говорили, а мы их называли, фриц, ганс, немец, фашизм, потому что у них нет титула, мертвый, слуга сатаны, неважно, похоронщик, аудитор, в римской католической церкви, эсэсовец, фашист, человеческого ничего нет, а нас называли именем Иоанн, вот насколько глубоко это, понимаете, поэтому говорит, что в 22-м году, ребят, Илья Ильич, вот персонально вам, почитайте, пожалуйста, госакты, материал богатейший для оснасления, богатейший, вы перестроите все свое сознание, все свое мышление, понимание мира перестроить, раз вы задались таким вопросом, госакты вам в помощь и успехов. Оксана, живорожденная женщина, пишет, я прошу меня простить, не связано ли все это с Пелиховой, кое призывает совершить некие значимые действия, как, например, срочно где-то подписывать бумажки, на правосуде нет и получать всем паспорт моряка. Первая часть вопроса. я скажу, например, из своих источников, что деятельность данной гражданки не является официальной уполномоченной от Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза Большевистской Клатформы. Когда она будет официальным, тогда я буду ссылаться на ее действия. А так я не оцениваю ситуацию, я не рассматриваю эту ситуацию. Я говорю то, что написано в госактах, то, что размещено на канале просвещения, и прошу к этому подходить серьезно. Серьезно. А если кто-то эмоционально используя в каких-то своих интересах дает свою точку зрения, то это вопросы к нему. Нарекла я ее ласково Граветовна. Больше хаос в мыслях и изложения в слова, как у Граветовны ни от кого не слыхивало. Тема одна, разговор об ином. Сводится всегда почти к одному Гравиту. Это от адски какой-то, так, и сюда уже пришедшие с промо-акции. Я уже побегло получать паспорт моряка ОГА. По поводу паспорта моряка это не такое простое событие. Потому что в условиях нынешней повседневности прийти получить что-то советское или показать что-то советское это сродни подвигу. Поэтому мы всех категорически предостерегаем. Никаких советских документов не демонстрировать. Копию и не более. А то что вы сейчас побежите куда-то и получите какой-то паспорт моряка нет ребята для этого вам нужно пройти семь кругов ада которые здесь расположены только выйдя из двора как говорится. Поэтому это непростое мероприятие. Дальше это мероприятие было расписано в одном из госактов за этот год. Там было сказано про Ленинградское морское пароходство с помощью которого наши советские паспорта были переданы или проданы не знаю как правильно я так думаю в противоположной стороне в залог чего-то. Понимаете? Поэтому ликвидировав это морское пароходство они себе опять же выстрелили в ногу. потому что где был выход там должен был быть и вход но этот вход не то что замуровали его взорвали. А теперь что делать ребята? Вы взяли на себя обязательства и теперь вы хотите сказать что вы взорвали вход? Нет ребята теперь последствия взрыва переходят на вас. Статус моряка с 43-го года никуда не девался а как получить документ? А теперь ваша головная боль а теперь вы с помощью наших действий переделываете инструкцию регламент для целого МВД вы пытаетесь как-то завуалироваться не-не-не ребята мы не сильно взорвали мы только дырочку просверли нет ребят вам теперь отсюда не выкрутится это международные требования и вы нарушили право человека на получение достоверной информации на отстаивание своей информации на предоставление ее в компетентные органы опять же вернемся к трасту Израиля вам что сказали когда в 91-м году попытались сюда залезть вам сказали ребята на этой территории есть коренные народы это иноверцы иностранцы инородцы на этой территории есть автостонные народы которые дети божьи вот смотрите ребята вот дети божьи должны быть приоритете а рабы божьи иностранцы инородцы инородцы должны быть знаете процентов так на 75 не подпущены а вы что сделали вы наоборот на 99% уничтожили права и возможности детей божьих и вы хотите сказать что всевышний этого не заметил не ребята вам прилетело вам прилетело из-за ваших действий вот вы сейчас назначаете так любезно медицинское свидетельствование еще раз посмотреть кто в живых остался кто в каком состоянии ну у меня вот такое предположение что не получается создать учетов и реестров вы теперь решили торговать чем не получается продать нефть с газом вы говорите что у вас санкции нет ребята у вас не санкции вас зажали со всех сторон потому что вы недостойны управленцев на этой территории и вы не выполнили своих обязательств поэтому вы решили торговать телами поэтому мне кажется что вот эта вот информация выпущена в эфир по незнанию по какому-то ну недостойному предубеждению что ребят вы в конце концов то что вообще торговать человеческим телом и получать прибыль для управляющей компанией это как вообще это где такое прописано это ребят вы наверное мне кажется глубоко заблуждаетесь призывая людей пройти медицинское свидетельство вы вы что за 30 лет вы тут превратили цветущий край в пустыню а теперь вас озаботило здоровье граждан которые выживают в этой пустыне это вообще как это что у вас такое проснулось божественное так почему почему вы встали на путь истин мне кажется что в этом вопросе ребят вам нужно глубже подумать отдавая такие приказы я так думаю я не уверен что вы отдали такой приказ может быть это злые языки нам наплели что вы хотите вот такое совершить здесь поэтому не знаю про что речь вообще какое медосвидетельствование что они хотят сделать мне так кажется что кто-то хочет все население российской федерации как они считают прогнать через медицинское свидетельство ты имеешь ввиду это генетический паспорт или что это не генетический паспорт это вот именно то что ты должен прийти в стационарное отделение или поликлиническое отделение в больнице и пройти определенные процедуры мне три дня назад звонили упрашивали очень сильно при этом отказались назвать фамилию Антон Николаевич здравствуйте это вас беспокоит участковая медсестра мы вас приглашаем на флюорографию хотите могу на сегодня на завтра записать и к терапевту для сдачи анализа глюкозы холестерина а для чего глюкоза холестерина для раннего явления заболевания а флюорографию чтобы тоже выявить чтобы не пропустить туберкулез солнцезаболевания давайте начнем сначала фамилия имя отчества звание должности ваше или мое у меня нету ни звания ни должности молча как Антон Николаевич это я вам попала вы сначала представьтесь вы кто а я Татьяна Николаевна участковая медсестра из поликлиники геолог или номер поликлиника номер 2 25 микрорайон отлично фамилию не назвали а фамилию зачем я вам буду называть я участковая Татьяна Николаевна участковая медсестра сижу в 213 кабинете второй этаж это все отлично вы так заботитесь о нашем здоровье что не готовы что не готовы взять подождите пожалуйста что не готовы взять на себя ответственность и назвать свою фамилию так а зачем мне фамилию вам говорить я представила всеми отчества ваши и ваши фамилии Антон Николаевич назвала я же не называла вас по фамилии а вы уверены что вы Антону Николаевичу вообще позвонили ну я вас спросила вы Антон Николаевич вы сказали да я такого не говорю если вы не Антон Николаевич вы бы сказали извините пожалуйста вы ошиблите я не Антон Николаевич я бы положила бы телефон трубку и не стала бы с вами разговаривать вопрос другой Даже если вы не Антон Николаевич, у меня к вам просьба. Если вы не прошли флюорографию, пройдите, пожалуйста. Если хотите, я могу вас записать. Ну, сегодня, на завтра. На какой день вас устроить, могу я записать. Вопрос в другом. Откуда у вас мой телефон? Ну, на списке. Я участковую сказала, медсестра. Участковая медсестра. Я свой участок опрашиваю. Я вам давал разрешение? Вызываю. Подождите, я вам давал разрешение звонить мне и предлагать свои услуги? Ну, вы мне давали, не давали, но вы на моем участке живете. Вот я переживаю за свой участок, чтобы все прошли флюорографию. И кто не сдавал анализы, на дистанциализацию приглашаю. И на вакцинацию от ковида. Да. Что еще непонятно? Какие вопросы? Мне непонятно, на каком основании вы где-то берете номер и звоните людям. Людям звоню, потому что я по участку хожу. Вот до вас бы не дозвонилась, пришла бы домой на квартиру к вам. И представилась бы, и сказала бы. Вот такой-такой-то, пожалуйста, я до вас не дозвонилась. Придите, пожалуйста, на флюорографию. А это неудобно по телефону, я вас сразу могу записать. А домой-то приду, я вас не запишу же. Телефон у меня там компьютера не будет. В общем так, раз вы отказываетесь назвать, откуда у вас мой телефон, и отказываетесь назвать фамилию, то я с вами разговор завершаю. Хорошо, до свидания. Извините, пожалуйста. Не извиню. Больше сюда не звоните, и телефон мой оттуда, везде, где он у вас запишет. Ну вот, значит, заработала система, начали пробовать, пройдет ли оферта. Поэтому такого товарища нужно сразу. Товарищи, ну-ка, фамилию назовите, пожалуйста. У нас есть правоохранительные органы в Российской Федерации, которые следят за этим. Ну, в этом я запись уже выложил сразу же в телеграм-канале Срогутнадзор. Там прям слышно, якобы участковая такая пожилая женщина позвонила, имя отчества главное назвала, говорит, я там участковая такого-то участка, придите, сначала на флюорографию, потом еще что-то понавешала, еще что-то, какие-то процедуры, придите, это же вам надо. Я говорю, мне? С чего взяли, что мне это надо? Я говорю, фамилии назовите. Я говорю, а зачем? Не надо фамилию назовывать. Как не надо? Я говорю, вы же заботимся о вашем здоровье. Я говорю, вы так заботитесь о моем здоровье, что даже не готовы фамилию свою назвать. Я набросил трубку. Ну, мы же должны знать героев. Конечно. Да, мы должны яркими буквами на каждой стене их высветить. Ну, ребята, если вы совершаете благое дело, так, пожалуйста, скажите. Не надо скромничать. Поэтому мне кажется, что это распоряжение выдано было сверху. Мне так кажется. Или это злые языки наговаривают руководство Российской Федерации. Поэтому здесь надо еще подумать. Смысл меда свидетельственный в том, чтобы потом эти медданные торговать ими? Ну, хорошо. Если медданами, то просто телами. Потому что каждый советский человек застрахован на миллион советских рублей. Так вот, кто-то же, наверное, изъявил желание, мне так кажется, получить страховку в результате несчастного случая или там еще чего-то. Но так как это не массово, поэтому, ребята, идите вон туда вам надо. Сдавайте свои персональные данные, и мы будем отслеживать ваш GPS, где вы находитесь, чтобы в любой момент изъять. А органами можно торговать только из живого. Поэтому вы уже наподписывали очень много документов. Мне так кажется, что все уже готово. Но опять же, это злые языки так доносят. Но я не уверен, чтобы правительство Российской Федерации отдавало такой закон. Вы что? Не, никогда. Это злые языки. Это они все. Так, дальше читаем. И да, акты ваши, анализ по ним слушали внимательно, благо прям зачитывали детально. Боги упаси, с вашим военным специальным органом иметь дело. Спаси боги, нет нужды. И да, то был настоящий е***й переворот, и шабаш кровавый, и в***й Евросоюзом. А вот досталось не колке, но народу, который топили в кровище. Ну, это не... Ну, здесь я могу сказать, что, ребята, вообще с богом не стоит спорить. Нужно или просто его волю выполнить, используя свой голос сердца и свою душу, подключиться вот к этому высокому. Тогда наши ряды увеличатся. Вот, тогда у господина Гравит, а его проект не получится. Или действительно созерцать его. Ну, раньше, если мы говорили, запаситесь попкорном, то сейчас у них начинаются гонки, кто быстрее попадет на кладбище. Поэтому говорить о шабаше кровавом можно, знаете так, с высоты своей колокольни. А вы спуститесь на землю, вы изучите эти документы. Вы посмотрите, насколько там глубоко и насколько там сильно, божественно. И стоит ли с этим спорить вообще? Или просто стоит действительно стать одним из нас, стать советским? Потому что воля Творца выполняется в каждом из этих документов. Мы не имеем права говорить неправду или искривлять истину. Не для этого пришли. А все, кто против нас, ну, может быть, по неосмыслению, может быть, по проплате. Ну, опять же, помните, ребята, что за каждое ваше действие есть достойный ответ. Нет, достойный вас. Но ваши хозяева, вы думаете, что они заберут то, что вы отдадите? Нет. Ваши хозяева заберут то, что они захотят. И поверьте мне, я знаю, о чем я говорю. Я вот точно так же с одной из заведующих Горно вышел на божественный спор. Она занималась нехорошими делами. Как я считал. И я предложил. Она считала, что она благоверными, хорошими делами занимается. И я предложил, пускай Всевышний разберется. Так вот, я вам скажу, что у нее, ее хозяева, забрали то, чего она не хотела отдавать. Они забрали то, что захотели они. И ее хозяева забрали у нее сына через 10 дней после свадьбы. Представляете? Через 10 дней после его свадьбы. Послушайте меня. Прежде чем делать какие-то заключения. Вот у меня как-то странная ситуация такая получается. Кого выставляю на божественный спорт, очень страшные вещи происходят с ним. Я знаю, о чем ты говоришь. Я знаю, о чем ты говоришь. Когда я три года бился и вызывал прокуроров под суд, потому что они полностью игнорировали все мои сообщения о совершенных преступлениях, которые только в прокуратуре города Сургута выше моего роста. Вот столько я написал о совершенных преступлениях, ни одного уголовного дела, ни одного наказанного. Я просто мысленно, не знаю, пришло, словил, просто отдал тех, кто виновен под суд Творца. И потом мне приходила информация. Там или там происходили определенные события, которые я воспринимал как кара Божья. А представь, Антон, ты чисто материализовал мысль. Ты доказал, как говорится, Творцу, что твой скафандр, в котором живет его частица, действует верно. А если бы ты еще с помощью этого скафандра озвучил содержимое своей флешки божественной, то ты представляешь, это бы свершилось бы мгновенно. Это был бы вообще эффект атомный. Представляешь? Ну, я вот не помню точно, но, по-моему, я это вот впервые озвучиваю в эфире, о том, что я отдаю на суд Божий. Как тебе сказать? На тот момент я посчитал, что это, ну, не готов народ к этой информации. Ну, а сейчас вот раз ты об этом говоришь, у меня то же самое есть. Я уверен, что у многих то же самое есть. Хотя, насколько мне известно, отдавать на суд Божий имеют право очень немногие на этой планете. Конечно. Конечно. Вот это очень важный аспект, я хочу сказать. Сейчас я его озвучу более так расширенно. Вот давайте вспомним Великую Отечественную войну, как погибали наши войны. В глухом окружении, из последних сил, буквально даже отправляя красную ракету к Богу, они говорили, вызываю огонь на себя. Это что означает? Это означает, отец, я твое изобретение, я твоя флешка, гибну, воина света. Да сверши ты свой суд над всеми врагами вокруг меня. И полетели снаряды в этот квадрат. Причем так прилетели, что сам остался жив, да? А вот теперь, да, иногда и такое бывало. А вот теперь давайте вспомним нашего летчика в Сирии. Давайте вспомним, что кричали из последней фразы в трубку или отправляя ракету наши солдаты. Они кричали за Родину, за Стальда. А что крикнул наш летчик, когда его окружили бородатые боевики? Он не крикнул за Родину, за Сталина. У него самое святое было. Это его братья по оружию. И он крикнул за пацанов. Понимаете? Нельзя осуждать человека на грани перехода. Ни в коем случае. Нужно говорить правду. Почему у нас принято? Нельзя покойники говорить. Ничего плохого. Но нам обрезали эту фразу. Ничего плохого, кроме правды. Вот как свершается суд Божий. Вот какие движут человека посылы духовные. Как это было тогда и как это сейчас. Вот посмотрите на это. И подумайте. Имеете ли вы право, как правильно сказал Антон, имеете ли вы право выставить на суд Божий? Являетесь ли вы отроком Божьим? Являетесь ли вы воином света, князем, человеком, сувереном, гражданином СССР? Наследником великих русских родов? Заявляя это. Подписывая особым образом это. Выставляя на суд Божий. Понимаете? Вот я о чем говорю. Вот где глубина. В этом плане, когда меня пытали, били в камере, я возвращался в камеру, и меня спрашивали, что произошло, я им рассказывал, они говорят, что ты им сказал, я говорю, благодарствую. Они говорят, ты что, псих, что ли? И они никак не могли понять, почему я на любой беспредел, уходя, говорю благодарствую. Я им поясняю, говорю, ну вот смотрите, я верующий человек, я верю в единого Творца. И если предположить, что рано или поздно мы все там оказываемся на небесах перед Творцом, и он начнет нас судить, ну есть такая теория. Так вот он посмотрит, он возьмет вот эту отдельную конкретную ситуацию, вот когда меня пытали. Вот он посмотрит, так, ну давай каждого разбирать. Вот берем определенного опера отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом, который одел мне два пакета на голову, бил меня электрошокером, отбил всю печень. За что? У него были законные основания? Нет. Он это делал по приказу, добровольно, за деньги, да, ну все ясно. А что сделал Антон? А он не то, что не озлобился, он даже мысли плохой не допустил, а в итоге вышел и сказал благодарствую. За что его судить? Не за что. Конечно. Конечно. Это не касается того, что мы сейчас с тобой так весело курлыка, друг друга, как говорится, обхваливаем. Нет, ребята. Абсолютно. У нас никакой договоренности. У нас всего лишь третья встреча за всю нашу жизнь. Мы никогда не встречались, ни о чем не договаривались. Мы говорим, раскрываем свою душу в эфир. Антон это перенес. Что вам еще нужно? Какой вам еще нужен спаситель? Какой вам еще пример нужен, документальное подтверждение? Человек душу свою раскрыл перед вами. Я даже добавлял, я говорил, творец в таком случае, он не то, что меня не накажет. Я бы на его месте, наоборот, похвалил и дал какие-то награды. Молодец, что остался человеком, не озлобился, не допустил ни одной плохой мысли, никому ничего плохого не сделал, не нарушил ничьи права, ничьи свободы. Остался человеком. Да, натерпелся, было больно, было ужасно, иногда даже страшно. Но плохого ничего от него не исходило. За что его судить? Да. Или как у меня вот. Четвертая камера. Сколько сидельцев не было в ВВС города Старой Дороги в Белоруссии. Все, кто попадал в четвертую камеру с выточников, они оттуда выходили на свободу. Хотя некоторые должны были идти по уголовке. И судья не могла понять, что там происходит в четвертой камере. Я их просто освещал. Я их просвещал. Я им показывал другой путь, не злобный. Выйду, я их там и так замочил. Нет, говорю. Ребята, вы все славяне. Вы воины света. Конечно. Я говорю, ну вот сейчас мы и проверим. Если ты скажешь, что ты человек за гражданством СССР, и ты не подсудим в суде Старо-Дорожского района, который подвластен системе БАР. Бритиш, Эггенс и Ротшальд. Значит, ты выйдешь. И у него тут начинались ломки. Какой гражданин? Ты что несешь? Ты что больной? А вот те ребята, которые это говорили, они выходили. Они пули оттуда выкинуты были. Пошли вон. Что это такое? Кто у вас там в четвертой камере? Что происходит? Я не могу ни одного дела закрыть. А там сидит воин света, и который собирает себе княжеский корпус быстрого реагирования на силу тьмы. Вот и все. И у них стало не сходиться. Не получалось. Они уже перестали издеваться. Они уже перестали устраивать ласточкины хвосты и все такое прочее. Многие сидельцы знают, что это такое. На ласточку, да в коридоре. Ладонями наружу. Так что, вот как-то так. И поэтому все работники ВС, ну не все, некоторые, начали искать связи со мной, чтобы попросить прощения. Потому что чего боятся? Они боятся того, что, опять же, возвращаемся. Если раньше морское право частично было на территории Советского Союза, а сейчас в полной мере, для того, чтобы мы могли противостоять управляющей компании, то сейчас оно введено в полной мере. Если раньше Божественный Суд свершался или за три дня до смерти, или через три дня после смерти физического тела, то сейчас Божественный Суд перенесен к нам сюда, в нашу повседневность. Но только об этом нужно заявить. Понимаете, в чем смысл? Понимаете, в чем сила? Вот в чем смысл. Это не где-то далеко, это уже здесь. Поэтому и Антон вам рассказал, и я рассказал, что, ребята, чтобы заявить это, нужно иметь полномочия, волю, силу, выдержку, быть Сыном Божьим. Все, что прописано в наших титулах, быть именно тем, которые прописаны, не выдирать оттуда из констеркса. Все же говорят, ну ты да, человек, но не обезьяна же, елки-палки, в конце-то концов. У них подозрение. А, я гражданин СССР. Ну сразу паспорт покажи, гражданин СССР. О, давай паспорт. А что ты покажешь, если ты суверен, человек, гражданин СССР, живой, живорожный? Ты что, вагон с собой притащишь? Нет. Ты своими действиями, своими поступками, своей волей, своей стойкостью, своей дисциплиной, дипломатичностью, декларативностью ты всем своим видом показываешь. Знаниями, знаниями и осознанностью. Обязательно, да. Я про это тоже три года назад писал, статью написал, что я стремлюсь к тому, чтобы действовать живым словом, потому что вот если почитать все документы, которые у тебя есть сейчас с собой за всю жизнь, у меня-то их много, у тебя тем более много. И вот такая получается картина, что образ идёт человек по земле, вольный, свободный, вроде как, а сзади него едет этот белаз трёхэтажный и весь забит доверху с горкой всеми его документами, всеми его подтвердениями. Документами. И вот встречается ему человек, и тот его спрашивает, ты кто? Он говорит, а вон у меня в Камазе, иди читай, там всё написано, понимаешь? Иди там, поройся. Да, найди нужную бумажку и это, что тебе надо, выбери. А так-то, по идее, вот все знания должны быть в голове, внутри. И причём не просто знания, а осознанные знания. Да, это духовный стержень, это связь с богами, связь с предками. Это вот то, на что нанизано всё остальное. Если нет стержня, там хоть Камаз. Ось. Иди, Рохи. Ты стержень, вы говорите, это называется ось. Отсюда слово в ось питания. То есть, в самого себя питания информации. Ну, ты знаешь, Антон, я почему так говорю? Потому что, если мы тёмным расскажем про все свои секреты, наши хитрости, то они могут изменить тактику. Без разницы. Мы-то знаем про ихнюю ось, про иглу Кощеева, в яйце. Яйцо – это поле электромагнитное, а ось – это Останкино. Знаем. А им не обязательно знать наше оружие. Это не оружие, это, как-то сказать, это ключики к тем знаниям, которые потом откроются. Я эти ключики даю для тех светлых душ, которые ещё не совсем проснулись. И вот эта ось, она состоит из света, который вот сверху от того самого круга, от того самого кола, о, венец. Свет творца идёт, и вот этот свет, проходя этот кола, этот венец, вот это и есть ось. Ось питания. Совершенно верно. Кто это откроет себе, будет получать знания напрямую. Ну, да, будет так. Да, так и есть. Чинаем дальше? Да, дальше. Так, точно. Так, у нас тут пять вопросов осталось. Международное землячество задает вопрос. Очень ждём видео про оба способа выхода. Так, это, наверное, на канале уже, да, есть просвещение? Или будет отдельно, чтобы расскажем? Нет, просто я так простыми словами расскажу, используя определённые отсылки к документам. Для заострения внимания. Но если действительно представители международного землячества, это вот я хочу отдать ребятам должное, что вот многие в управляющей компании задают вопрос. Они же статистику изучают лучше, чем мы. И доступы имеют, в отличие от нас. Всё дело в чём? Ну, дело в том, что по подсчётам Эльвиры Набиулиной, на территории Российской Федерации осталось всего лишь 74 тысячи населения. И они уже кричат «Ура!» Вот мы их победили, всё отлично, всё нормально. Ну, ребят, я вам скажу, что благодаря вот этих двух фраз «Международная землячка» у нас не 74, у нас 700 миллионов. Я понимаю, что ребята, исходя из определённых жизненных ситуаций, покинули территорию нашей Родины. Но они не перестали быть русскими. А как задаётся вопрос, вот, например, в Дагестане, первый вопрос задаётся «Кто ты по нации?» Понимаете? Это вот древние традиции, вот эти ведические, они до сих пор остались. Первый вопрос «Кто ты по нации?» Вот согласно твоей нации тебя будут, как говорится, с тобой разговаривать. Или на твоём языке, или используя принципы твоей культуры в знак уважения. Понимаете? А за рубежом как спрашивают? Спрашивают «Кто вы?» А они говорят «Мы русы». И с удивлением оппонент отвечает «Вирус?» И у него становятся коленки на полразмера шеи, меньше. Понимаете? Он боится этого. Поэтому любой «Вирус» они назвали как какую-то гадость. Как какую-то мерзость, которой нужно бояться делать прививки, сразу бежать. Понимаете? Так вот, мы русы, или вы русы, или вирусы, для чего распространены по всему миру? Чтобы идеи добра, любви и света проходили во все уголки нашей планеты. То есть таким образом, опять же, возвращаясь к нашей предыдущей тематике, мы говорили о том, что информация спрятана по всему миру. С помощью кого? С помощью носителя этих информаций. Вот как вот Антон сказал, тот, кто имеет ось, тот получит напрямую информацию от богов. Вот эта ось международным землячеством, я думаю, сохранена. И они являются вирусами на той территории. У меня был пример, когда ко мне с Чили приехали сподвижники, вернее, родители этой женщины были сподвижниками. Сальвадор-Альенде, и они приехали за полномочиями в Америку. Мы хотим стать человеками, стать, короче, коммунистами там. А им даже в американских Соединенных Штатах, в коммунистическом центре там каком-то, им сказали, здесь вы ничего не получите. Езжайте в Россию, только там. Потому что, когда американцам предложили спасти мир, смотрители, хранители земли, американцы поставили свою цену за вот это мероприятие. Потом предложили спасти мир немцам. Немцы начали зиговать. У них крыша съехала на этом зиге, понимаете, фашистском. Хотя это совсем другой смысл имеет, вы прекрасно это понимаете. И руны звучат не так, как их переводят. Они мевшие славяне. Я говорю за славян, а не мевших. Они инородцев, иноверцевцев. Поэтому остались только русские, чтобы спасти планету. Чтобы спасти наш мир. Так, они дальше пишут. Народная власть, это относится к понятию народ. Вот когда вы соберетесь в народ, вы продемонстрируете свою власть. То есть, вы соберетесь в коло, это будет 31 год. Пока мы пробуждаем народ. Говорим, что не таков мир. Есть другая, альтернативная точка зрения. Есть вот такая информация. Вот здесь почитайте. Вот здесь вот повысите свой уровень. Пока народной власти говорить не стоит. На любой переходный период в любом государстве существует такая международная практика. Что между управляющими компаниями при передаче существуют военные власти. Вот только они под присягой этой земли, они могут осуществить переход. Больше никто. А где дети богов, так вы и есть дети богов, если вы заявляете об этом. Если вы отстаиваете не только свой холодильник или свой замок на дверь и входную, а еще и за народ поднимаете флаг. Так, Маруся Евстробова спрашивает. Всем доброго здравия. Ваше мнение о идеях общественной организации и общинно-вольных русов. Причем с двумя ясно написал. Ну, мое мнение такое, что, ребята, фольклорные особенности, культурные особенности, особенности какой-то местности можно выпячивать, пропагандировать и рекламировать только после того, как здесь может быть только чистота и свет. Во тьме это пропагандировать, это называется ладонь. Принцип ладони. Нет единства. У вас есть понятие организации. Какие у нас организации? Любые организации запрещены. Это угроза действующей управляющей компании. Община. Но община вам никто не запрещает. Пожалуйста, вот у нас тайга большая. Занимайте любой сектор с ножом, топором. Оставляйте, пожалуйста, средства массовой информации в виде смартфонов. Возьмите, пожалуйста, своих племянников, племянниц, которые жить не могут без интернета. И скажите, что мы сейчас теперь будем жить среди соловьев и медведей. Все. Я посмотрю, во что превратится ваша община, ваш род. Они вас проклянут. То же касается и вольных. Вольных от чего? Вольных, не желающих заявить системе или обидчику, что он меня обидел, что у меня существуют какие-то права. Ведь вы прекрасно знаете, гарант Конституции с Джо Байденом встречались и обсуждали права человека. А вы этого не хотите. Вы вольны? От чего вы вольны? От своих обязанностей? От своих обязанностей? Или сужение круга своих обязанностей? Пожалуйста, вам никто не запрещает. Или от русов? Пожалуйста, заявиться русом – это заявиться, значит, наследником того великого. А с многими общинниками я общался, и они говорят, что, ребята, нет, дайте нам наше, что нам положено, и мы пойдем в лес. А зачем вам в лесу золото-то? Зачем вам в лесу вот эти все термины? Зачем? У вас единение с природой? Да ради бога. Вон там староверских скитов, как говорится, выше крыши. Пожалуйста, занимайте любой квадрат. Или вот как вот, я тоже пример привожу, имеется определенное количество сел в определенной республике, которые сказали, что все, нам этого ханали надоело, этот беспредел. Нас доят, над нами издеваются. Мы просто возрождаем старое свое родовое село с деревнями, с садами, огородами, с пашнями. Ну, вот мы хотим поднять, например, определенного цвета флаг. Я говорю, ребята, вам это не возбраняется, но у нас есть закон, когда вы можете это сделать. Не каждый день, не постоянно. Поэтому соблюдайте закон. Будьте, пожалуйста, дисциплинированы и культурны. Покажите, что вы добропорядочные и верные присяги. Вы можете открыть кооператив. Пожалуйста, вам никто не запрещает. Вы можете аграрное предприятие в виде кооператива прокормить, как-то продержаться. Ну, пожалуйста, это никто не запрещает. Но отношение к общине тогда какое? Что такое община? Пису 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 Сососола. Поэтому, ребята, все нормально. Все зависит от вашего духовного посыла и от вашей ответственности. От желания принять на себя бремя ответственности. Значит, желание ответить за свои деяния. Извините, когда здесь наступит эра благоденствия, выйдите из леса с бородами и с многочисленными родами, вам скажут, ребята, а чем вы занимались на оккупированной территории? Ну, мы там заявляли лесу, что мы свободны. Ну, продолжайте заявлять. Значит, вы будете ущемлены в правах. Значит, вам придется доказывать опять преданность своему роду и народу. Это не нам, не структуре, не государству. Это своему роду нужно будет подтверждать. То, что вы, имея такие колоссальные возможности, отступили от праведного, божьего направления. Вот в чем смысл.